Сейчас сделаем традиционный для моих стримов саундчек, проверку звука и подождем вообще на рот начал я специально за 3 минутки до начала и вот я уже вижу мультистронг пришел пришел на трансляцию это не может не радовать ага давайте сейчас проверим можно ли включить субтитры да, можно включить субтитры, диалоги в оригинале включать не будем оставим русскую озвучку playstation камеру не надо включать и с яркостью вроде как бы все нормально в принципе и со звуком вроде как все нормально такс, 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 такс вот я вижу еще подтянулся у нас дружище хвостист которого я тут же делаю модератором ага оказывается ждали люди стрима много пришло уже народу в общем предварительно предварительно расскажу вам что мы вообще сегодня будем делать этой ночью чудеснейшей просто субботней ночью правда весьма морозной в моем регионе мы будем играть в антил даун нашумевший ужастик-интерактивное кино но я в этой трансляции решил не включать веб камеру потому что это кино Майохари тут вообще ни к силу ни к силу ни к полю поэтому я просто вместе с вами буду наслаждаться наслаждаться фильмом и комментировать какие-то отдельные моменты если вы не играли в эту игру не смотрели прохождение на ютубах или какие-нибудь трансляции то я вам настоятельно рекомендую закрыть чат открыть изображение ну в полный экран и просто наслаждаться наслаждаться вместе со мной playstation 26 привет привет и тебе привет мазила ага да вас много в общем всем привет всем привет кто подтянулся уже 19 зрителей это на самом деле не может не радовать комментарии я буду сегодня читать ну постольку поскольку в основном я конечно буду играть пройдем ли мы всю игру я ну хочу на самом деле пройти целиком полностью в принципе я вчера себе нормально так режим сбил из-за стрима Red Dead Redemption поэтому я ну готов сидеть с вами можно сказать до утра к тому же завтра у нас выходной да у всех текст 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 что еще у нас что еще так 25 зрителей про Until Dawn я на самом деле знаю не так уж и много только по рассказам своих друзей которые уже прошли от Ника от Брейна какую-то информацию и все в едином порыве сказали что если ты любишь творение Quantic Dream ты обязательно обязательно должен познакомиться с Until Dawn ты обязательно должен обязан можно сказать поиграть в нее пройти ее и получить получить какое-то удовольствие и вы знаете что жанр интерактивного кино я обожаю я обожаю Heavy Rain я обожаю Фаренгейт люблю эти интерактивные фильмы от Telltale Games я в принципе этот жанр люблю и когда его выводят на новый хотя бы графический уровень это не может не радовать и вот Until Dawn я предварительно запускал смотрел по графике он просто сноксшибательный очень красивая игра наверное на данный момент с самой реалистичной лицевой анимацией сделанной вообще воссозданной на движке игры то есть это действительно монументальное в каком-то плане творение оправдает ли сюжет оправдается ли сюжет история вот что меня больше всего интересует поэтому мы будем сейчас просто познавать эту игру познавать историю и ну потихонечку высказывать какие-то мнения я буду в формате комментариев и вы будете естественно высказываться высказываться в чатике так PlayStation 26 я тебе сейчас тоже там админку завсегдаты мейкстримов почаще приходите на мейстримы делитесь каким-то своим мнением просто присутствуйте и я вам буду давать админку чтобы вы протектили меня защищали от неадекватов ну что по времени у нас 3 минуты 10 я думаю что можно уже начинать 35 зрителей я думаю больше и не придет поэтому заходим в новую историю и смотрим так эффект бабочки сегодня невесомая бабочка замахнет крыльями через неделю от дуновения воздуха превратится в разрушительный ураган любое решение может кардинально изменить будущее какое пафосное начало ваши действия могут повлиять на развитие сюжета да ладно фига себе вот такого я точно не ожидал ваша история является одной из многих альтернатив тщательно взвешивайте каждое решение окей без проблем так вот это CG это я вижу что это CG это не real time графика а вот это возможно уже real time графика или все таки нет какой-то снег чрезвычайно красиво я вам скажу очень такая знаете знатная детализация и появляется маньяк кого он зарубит в первую очередь обалдеть ты правда на это решилась а вам не кажется что это слишком жесток да брось она это заслужила разве она виновата что запала на майка а с какой стати она на него вешается я просто защищаю Энни если он президент класса это не значит что он принадлежит всем нет Энни я ничей парень конечно конечно милый офигеть конечно у них лица чрезвычайно живые они что кого-то разводят что ли Майк это Ханна Ханна Эй кто это там папа сказал на выходных мы одни Джош Джош воу воу вот это детализация так с анимезис киллер привет кстати тебя тоже я сейчас сделаю админчиком много админов не бывает так просят меня прибавить звук в игре сейчас посмотрим можно ли это сделать вообще звук но видите все выкручено на максимум я не знаю как как сделать громче но звук реально выкручен на максимум то есть разве что если мне только свой микрофон убавить только вот это вариант что реально со звуком так плохо вроде как 3d sound тут не особо так 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 себя убавить хорошо хорошо сейчас сейчас сделаю сейчас сделаю одно мгновение потому что действительно какой-то тихий слишком звук так 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 немножко не туда сейчас зашел так вот тут значит настройка ну вот я себя убавил вообще очень серьезно еще я сейчас посмотрю в настройках непосредственно самой трансляции может быть может быть как-то там можно настроить какой-то баланс звука так 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 нет ничего такого я не вижу давайте со звуком действительно как-нибудь это разберемся потому что это это очень плохо если я там слишком слишком сильно кричу так ну вот теперь вот теперь стало получше или как жду в общем ваших комментариев а пока что пока что по брожу здесь да игра кстати залочена на 30 фпс да особенно чувствуется но для кино 30 фпс это вполне себе норма графончик действительно очень крутой люди выглядят как живые тени пост обработка похоже что-то сглаживание довольно серьезно выкручено смотрится действительно действительно очень круто верни звук как было тебе еле слышно господи да что ж такое ну вот это огромнейшая проблема стримов что вот то со звуком всегда баланс находить это отдельная заморочка ой ну к сожалению да придется приходится вообще это терпеть так ну предположим вот так вот так вот стало получше теперь жду было нормально и так ну вот сейчас короче если что я чуть-чуть еще прибавлю удерживая R2 смотрите предмет с помощью правого джойстика ага ну это просто welcome знаете куда welcome to этот самый орден там же мы так листочки осматривали хана ты такая сексуальная в этой майке без нее наверное еще лучше приходи в 2 часа ночи в комнату для гостей майк бэт это значит хана это ее сестренка вот ее хотят типа сейчас развести набухались подростки сняли какой-то загородный дом как мы понимаем и вот решили повеселиться интересно сколько тут вообще интерактивных объектов можно ли как в хэви рейн подходить к чему угодно и осматривать все что вон но графоуни графоуни просто потрясающе кстати я не знаю это как-то даже чересчур хорошо смотрится дверь закрыта не бросится ли на нее собака добермана если мы ее откроем и тут сразу же welcome to resident table так ну теперь игра громко ребят ну вы определитесь давайте все разом сейчас в чате все разом в чате пишите плохой звук или хороший или вас устраивает пишите если все хорошо все устраивает пишите сейчас в чате пожалуйста все огромная к вам просьба а то меня это очень сильно парит со звуком надо разобраться потому что игра то сюжетная я не хочу там мешать вам слишком сильно нормально норм отличный нормас баланс все нормально так маклер ты только один говоришь что ты только один говоришь что у тебя звук плохой поэтому ты напрашиваешься на бан ладно все все играем больше я на звук не отвлекаюсь хану да значит нужно навестить хану хана у нас с какой стороны наверное где-то вот в этой чтобы осмотреться перемещайте правый джойстик если объект светится его можно осмотреть ну давайте будем все осматривать что подсвечено это то что они типа бухали сейчас посмотрим джерри мах грег это видимо какой-то вискарь ай да это он один выпил охренеть ой все все что не успел наверное все посмотреть то есть начать потихонечку ну с поцелуев а там как пойдет о да детка о господи она расстивается что господи боже Мэт что вы здесь делаете ханна прости ханна нехорошо просто такая глупая шутка типичные по-моему подростки какие подонки окей разбудить Джоша найти друзей вот у нас появляется первый выбор и что бы нам выбрать то лучше друзей найти сразу же ханна что такое куда это она пошла да она просто шуток не понимает мы просто пошутили ханна что вы сделали мы дурачились бэ ну пошутили да вы дебилы ханна обидели бедняжку так нажмите правильно ага вот сейчас куты начнется сейчас начнется куты е ну куты е я привык на самом деле так безопасно быстро безопасно быстро быстро давайте а то ее сейчас маньячина порежет на кусочки которые там возле дома с мачете ходил так 5 выбор 5 5 по следам идти на шум по следам я в мдс научился по следам выслеживать пацанок поэтому и девчат тоже научился. Ой. Кстати, олени вполне себе могли на нее броситься. На самом деле. Слишком далеко сеструха убежала. Слишком сильно обиделась на дурачество. О, у нас есть айфончик. Так, используйте сенсорную панель, как показано. Ага, окей. Прикольно. Устройство непонятно на чем. Ой, фонарик-то от телефона очень быстро сажает на самом деле аккумулятор. И какой-то слишком яркий фонарик, яркая вспышка. Я бы вот не стал так расточительно юзать. Аккумулятор! Вот уже начинается хоррор. Начинается ужастик. Так, удерживайте л-1, чтобы идти быстрее. Хорошо. По-моему, не особо оно быстрее. А нет, все-таки немножко быстрее. О! Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Это что? Ботиночка ее. А, нет. Какой-то тотем, что ли? Оу! Тотем смерти? R1? Это что такое? Оу-оу! Вот это я не знал. Тотемы с предсказаниями. Черная смерть. Возможная гибель нашедшего его человека. Представители коренных племен верили в то, что бабочки приносят сны и пророчества. Каждый из тотемов возвещает о каком-то грядущем событии. Сбудутся ли эти пророчества или нет, зависит от того, какие решения вы примете. Каждый тотем приоткрывает завесу над событиями прошлого. Ага. То есть мы тут будем типа находить какие-то тотемы и и там будут вот такие типа катсцены, что может произойти, а что нет. Типа мы можем это исправить. Интересно. Вот это для интерактивного кино действительно какая-то какая-то новая механика любопытства не порог. Так. Это эффект бабочки. Об этом об этом еще предстоит нам подумать. И сведения персонажа. Какие-то характеристики еще есть. Нифига как все заморочено. Офигеть. Да, тотемы будущее предсказывают. Да, я я сказал прошлое. Прошу прощения. Будущее. Естественно будущее. Возможное будущее. Возможное будущее. Хорошо, пойдемте дальше. То есть сейчас она она может разбиться, да, как я понял ее сестричка. А может не разбиться. Сможем ли мы этому помешать? Зависит все от нас. Не, ну графон действительно потрясающий. Надеюсь, что настройки твича более-менее нормальные и вы все в неплохом качестве видите. То, что даже курточку-то не одела подруга. ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Ты такая дура. Идиотка. Так, с пауза. Привет от Брейна. Брейн еще стримит, что ли? Ладно. Хэштег ему отправьте привет от Риджа. Вот так вот. Не совпало у нас по времени. Хэштег привет от Риджа ему отправьте на трансляцию. Я думал, что он закончит к 11. Не хотелось, что подал. Так, все, продолжаем. Прошу прожить. Нет! Черт. Нет! Пол. Во-во-во. det нет! О 봐! О! О! 得! отпустить что значит бросить как можно сестру родную бросить охренеть я неправильно они обе погибли я не то сделал я уже погубил персонажи я не хотел их спасти мне жалко девчонок правда они худосочные на мой взгляд не очень но все равно жалко мы начнем послушай меня очень важно зарубить кое-что себе на носу никто не в силах исправить прошлое она нам не подвластно с этим надо смириться чтобы жить дальше но это понимание также дарит свободу все что ты делаешь все твои решения открывают двери в будущее помни об этом помни об этом когда будешь играть в игру хренеть у него лицо живое особенно рот зубы вообще как настоящие и так ты хочешь приступить к этой игре большой шаг я буду тебе помогать порой эти вещи бывают немного страшными даже жуткими но не забывай даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию я всегда помогу тебе найти из нее и посмотри что на ней за картинка опишись это знаете чё только пожалуйста отвечать честно это очень важно для достижения эффекта мы сейчас видимо играем одним из школьников которые я не знаю точно не знаю кто он есть этот школьник но это все знаете что мне напоминает сам хилл шадрак мэм из но тоже тоже получается у психолога находимся и этот актер кстати он играл чокнутого русского с этой станции станции мир да в этом фильме боже дай памяти с брюсом уиллисом не кармаген армагеддон да 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 и много он где играл но я к сожалению не вспомню что это за актер но он такой знаете знакомый такс и так какие чувства вызывает у тебя это картинка но только честно такс только честно тревогу радость тревогу радость чё-то мне не нравится она я бы на я бы сказал что тревогу главное честно так что же все таки приводит тебя в трепет что же что же приведет приводит трепет пугало точно не знаю нет смущает вообще этот снимок он какой-то размытый ли это все-таки картинка скажу точно не знаю если это что-то чего на картинке нет почему же ты так нервничаешь может в доме что-то есть нет это не в доме но если угроза не в доме то где же тогда она может быть в поле да видите тут кого про меня промята это кукуруза на поле на стопудов ясно а это угроза человек или есть и другой страх о котором нам с тобой неплохо было бы поговорить но человек наверно то человек на этом поле притаился человек который тебе угрожает довольно любопытно чё он так скалится меня пугает разработчики хвастаются смотрите какую мы реалистичную полость рта сделали и прям вот он да и так и всяк и всякое но реально silent hill shattered memories я думаю от этих ответов зависит то что будет дальше думаю что как то так о сто три человека на трансляции охренеть ну вот мы прошли вступление но в целом отрыгующе но больше всего конечно впечатляет графа то есть деймплей в принципе такой весьма обыденный я бы даже сказал что это это даже не хэви рейн хэви рейн в структуре своей был сложнее это больше на все таки толтейловский вот эти интерактивные фильмы похоже но это на мой скромный взгляд мы посмотрим как раз раскроется история я не скажу что вот это вот меня все как-то дико зацепило пока что так какой-то такой средний фильмец посмотрим что будет дальше разумеется 106 человек на трансляции охренеть это Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, с самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того... Ты что, Брэндон Фрейзер или как он? Я хочу, чтобы вы знали. Я очень... Очень ценю нашу решимость, и... Я... Я точно знаю, Ханна и Бэт оценили бы то, что мы до сих пор вместе, и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и... Пусть эти каникулы будут незабываемыми, ради моих сестер, ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся, как порно-звезды! Поездка будет просто незабываемой! Готовы? Хм! Да! Что-то он мне не нравится. Совсем не нравится мне этот чувак. Как-то очень странно. Очень странно как-то это все. Какой смысл еще раз устраивать тусовку? Ну, может быть, эта трагедия, как бы, она и не была. Скрыто, Бэквуд Пайнс. Черная сосна, да? Что-то типа того. Отличное название для особняка и адрес, где-то его. Я бы даже так сказал. Помню о смерти. 10 часов до рассвета. А, подождите, то есть действие будет происходить на протяжении, видимо... О, господи. Джейсон, только не ты. На протяжении одной ночи, то есть действие всей игры. Это круто, слушайте, как у меня клево совпало. И у меня как раз только... Ночь начинается упорная, осмотрительная, отважная, лучшая подруга Ханны. Ну да, хорошая девчушка. Она мне с самого начала понравилась. Даже по внешности. Есть там кто? Так, тропа к станции канатной дороге. 21.02. Подождите, у них что? Рассвет получается... 7 утра, что ли? Странно. Ну ладно. Не буду к этому особо придираться. Обучение, управлять камерой. Да, это я уже запомнил. Знаете. Как-то мне это запомнилось. Это уже ТЛ-1 быстрее идти. Ну, одета как типичная девчушка-подросток. Только шапка у нее какая-то интересная. Неужели в Америке они носят такие шапочки? Кстати, если... Смотрите, если бросаешь управление... Смотрите, что происходит. Вот ты бросил управление. И камера, по-моему, приближается. Ну-ка. Только что же она приближалась? Нет. Нет, сейчас. Почему-то этого не происходит. Ну-ка. Да я понял. Блин, а как к ее лицу-то приблизилось? Что-то непонятное. Ворота заклинило. Перелезай. Перелезать. А, сбоку. Окей. Розовенький такой рюкзачок. Быстро. Безопасно. Погнали быстро. Просто быстрые квик-тайм-овенты. Прыгнуть. Лезть. Нет, тут стабильных даже 30-ти нету кадров. На самом деле. Я смотрю сейчас кадров 25. Потому что порой анимация очень дерганая. Вот, Джейсон следит за ней. За ней следит, Джейсон. Джейсон. Привет, малышка. Белочка. Есть хочешь? А? Воу. Черт. Эй, не бойся. Я не двигался. Вот так. Ну давай. А, нужно ровно ровность этот держать. Да? Удерживайте контроллер и двигаться. Понял? Ха-ха. Красаводка. Такс. Если не знаете, что делать, дальше зажмите. Добейтесь до станции канатной дороги. Окей. Так, тут ничего не добавилось. Нового. Смерть события прошлого. Оп. А у нас нету этого файла типа еще. Хорошо. Надо и тотемчики не пропускать. На самом деле. Давай, красная юбочка. Передвигайся быстрее. Блин, я знаете, что сейчас понял? Не, простите, конечно, что я опять отвлекаюсь от темы, но я понял, насколько бы клево было бы сделать что-то наподобие первого резидента, тоже с каким-нибудь особняком, каким-нибудь загородным домом, темным лесом, но со снегом. Круто. Такого еще не было. Все резиденты его пускай берут на заметку. Класс. Индейцы какого-то. Нарисовали. Коренные племена и бабочки пророчица. Так даже. Представители племен былые времена живших в этих горах верили, что бабочки приносят сны и пророчество о вероятном будущем. Цвет крыльев бабочки обозначает природу пророчества, смерть. Черные бабочки предвещали смерть. Черные бабочки. Опасность. Красные бабочки возвещали о грядущей опасности. Утрата. Коричневые бабочки предсказывали трагедию, которая коснется друзей. Наставление. Желтые бабочки несли видения, которые помогали человеку избрать правильный путь. Удача. Белые бабочки приносили сны об удаче и счастливом случае. Это надо запомнить. То есть опасность крас. Ну, в принципе по цветам там можно запомнить. То есть наверное самое главное фортун запомнить. Дэнджер. Дэс. Лоуз. Потеря. Утрата перевели. Хорошо. Запомню. Да, аниме скиллер зимний обитель зла. О, и мы еще нашли. Вам будут попадаться артефакт тотема. Если подобрать и повернуть тотем, вы увидите цветную бабочку и вам откроется ваше возможное будущее. Господи, как шапка-то круто детализирована. Неудивительно, что тут такой фрейм низкий. Просто выключено все по максу. Ну, вроде ничего страшного. Просто птичка подлетела и норм. Будущее не предопределено. Сбудется пророчество или нет зависит от ваших решений. Слушайте, вот это классная тема. Это классная тема. Я думаю и реиграбельность у игры довольно-таки, знаете, серьезная будет. Так, тут еще у нас какая-то надпись. Сейчас обязательно прочтем. Ох ты, граффити на самом верху. Так, прошлое не в нашей власти. Это либо кто-то балуется, либо этот Джейсон, который бродит в лесу. Начинает пугать и стращать наших подростков. Вообще, я очень скептически отношусь к жанру таких подростковых ужастиков. Давно я их не смотрю. Смотрел, наверное, только в подростковом возрасте. и честно говоря, вот фильм, наверное, про такую тематику смотреть бы не стал. Ну, потому что это не мое. А вот в формате игры очень интересно. шпионить, выбирайте правым джойстиком. Закрыть? Шпионить. Шпионить, конечно. Я же пломбиночкой играю. Влюблен в Эшли, оберегающий друг, дух остроумный, методичный. И чё он встал? А, типа дальше чёрт подери, тоже мне кого-то напоминает. Одного из ведущих на телеканале Travel Plus Adventure, если знаете такой. Фига, у него страшный взгляд, вообще жуть. Напугал. А, извини, ты моя секретарша? А, он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. О, кстати, я нашёл кое-что любопытное. Что? Не скажу. Сама увидишь. Идём, сюда. А, куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Ну, куда-то опять нас повёл. Совсем не туда, куда нам надо. Я хотел в ту дверь пройти. Ну, надеюсь, что сюда можно будет вернуться. Ладно, пошли. Следы на снегу какие-то странные. Ванчарта два следы на снегу красивее. Я вам сразу скажу. Что там? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А, нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? А, винтовка, что ли? Я знакома с отцом Джош. Ну, да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай, лучше ты какой. Ладно. Начнём. Это пневматическая или... Это пневматическая, наверное, у него винтовка-то. Сейчас посмотрим. О, и тут же я за него играю. Странно. Ну, ладно. R2 служба. Да, пневматическая. Очень, кстати, плавное направление целится предельно легко. А может и не пневматическая, слушайте. Ты дашь Сэму-то пострелять? Оу. Ой, Белочка. Та самая Белочка. Орешки-то... Ой. Нет. Я не буду по ней стрелять. Вы что, шутите? У меня только начало получаться. Пошли, фуникулёр подъехал. У них бы, наверное, испортились отношения, если бы я Белочку прострелил. А, то есть тут все, да, наверное, все из группы подростков, они все играбельные персонажи. Ну, хорошо, хорошо. Такс. Вспомнила все подробности. Время летит. Ого, глянь-ка. Класс! К нам явится самый опасный преступник страны. Кто-то явно так и думал. Да брось. Большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Так, разыскивается. Мильгрэм Виктор полмужской рост 1,88 последнее известное место жительства Блэквуд Пайнс дата последнего обнаружения 16.03.98 Дайте мне прочитать-то, болтуны. Do you understand? Обменяется при том, что нам поджоги, а также в угрозах убийства. Если вы обладаете сведением об этом опасном преступнике, немедленно свяжитесь с полицией. Блэквудская конная полиция Июль 98 Лады. Так, собирайте улики, чтобы раскрыть тайны дожить до рассвета и повысить не успел дальше прочесть. Что, это типа собрать можно? Можно это собрать? Нет, только прокрутить. Собрать тут по-моему ничего нельзя. Нет, хрен с ним. Ладно, пойдемте. Типа можно осмотреть, наверное. Просто осмотреть, и типа это мы собрали улику. Но я надеюсь, что это так работает. Какие красивые горы. Я вот что-то когда первый раз построил, не увидел. я обожаю горные пейзажи. Тут просто более чертовски красиво. Ладно, пойдем. Пойдем, красавица Сэм. Странное имя для девушки Сэм, да? заперто. Да, Джош просил держать ее на замке, чтобы никто не влез. В смысле? Кто не влез? Не знаю, говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. Сэм, это вот так-то, мужское имя Сэмюэль, да? Сэмюэль, а в женском-то как в формате? Сэмюэлька? Сэмюлька? Не понимаю. Сэмюэлька? Смотрите, на ботинках снег остался. Вот это вот мелочь приятная. Об этом немногие задумываются из разработчиков. Нет, кстати, это частично трехмерный бэкграунд. Теперь мне хоть понятно твое желание убить время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Вон же едет. В нем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Да я бы не сказал, что страшный. Что? Стихи свои. Спящий великан Блэкгвардского леса. Ой, помолчал бы. Так, тут еще что-то. Вышли же местечко для дома. Глупые богатели. Да, оно богатерно. Всего лишь гору. Что, прикольно гору купить. Блэкфут Пайнс отель и лечебница в здоровом теле и здоровый дух. Хорошая, кстати, пословица. Тут что, камера наблюдения? Это что там по экрану-то? На экране показывают окрестности дома, да? А, или это лечебница? Все? Все, больше ничего не будет? Ну, ладно. Комната мониторинга, а может быть еще что-то есть тут? защитные очки. Нет, по-моему, больше тут нифигусеньки. Нет, ладно, пойдемте дальше. Вообще, я так из диалогов понял, что их должны встретить, а их не встретили. Или я что-то что-то тут. Как-то в выпускной есть. Не допонял. Поехали! Брат, приключение! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. от него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за ленки лифчика. И учитель пересадил его вперед. А там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем. Вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Да, вы бы познакомились при других обстоятельствах. Если вам суждено было познакомиться. Ну, в целом, он нормально изъяснил. Все. Озвутил свою мысль. Черт, классные так-то места. Мне нравятся на самом деле такие места. Джесс, новая девушка Майка, уверенная, доверчивая, дерзкая. Дерзкая. Ладно, не буду на эту тему шутить. Ну давай, поздоровайся. Да, как я понял, все будут. Джесс, что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Окей. Охренеть. Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй, Крис. Я следую урокам Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь источник развлечений. Не будь свиньей. Вот это да. Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Ааа, настоять, объясниться, настоять, объясниться. Но она же вроде такая стерва, она бы не стала. Я думаю, ничего объяснять, поэтому настоять. Может и не стерва. Вот болван. А может, любопытным кумушкам не нужно совать в чужие дела свой нос? Ну, я стараюсь не совать, а обычно. Да ладно, Джесс, расскажи нам. Мы умеем хранить икред. Не важно. Рано или поздно узнаете. Ладно, ладно, нам уже пора идти к другу. Мне надоело вся эта природа и ругать. Да, вы идите. А я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть, май? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага, Сэм. Как тебе вид? Просто с ума сойти. Вот тут да. Вот тут действительно вид офигительный. Так, Эмили, бывшая девушка. Майка находчивая, убедительная, сообразительная. Какая-то с этими, с восточными корнями, да? Может быть, китаянг, кореянг, и пункт. О, а вот и долгожданный Мига. Как же без Миги-то? Мэтт целеустремленный, амбициозный, активный. Он новый парень Эмили. Честно говоря, я сомневаюсь, что он долго проживет. Посмотрим, обыграет ли эта клише игра. Посмотрим. И где носильщик, когда он так нужен? Ой, ну какая-то вообще все на пафосе. Какая-то такая крутая девчонка. меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А, да. Мы снова соберемся здесь все вместе. Это будет мало погодного черепа. То есть, ты думаешь... что, ты что? Вот он, Майк-то. Умный, целеустремленный, убедительный. Падл, ты меня напугал. ха-ха-ха. Ребята... Майкл! Чума, вы бы сейчас тебя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась... Класс. Майкл, ты сунья. Так, угроза, дружелюбие. Так, 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 так. Давайте угроза, злобный нига. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк. Нет, 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 все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. Черт. Что? А, ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ммм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить не до того, как мы придем туда. Она за этим... Почти пришли же. За этим пацаном. Мэтт, пожалуйста. Она за ним пошла. Настойчивость. Эм, я думаю тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на пять минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм. Я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Что ж. Ладно. Как скажешь. Спасибо. В общем, это Эмили мне вообще... Вообще не нравится. Я уже знаю, кого бы мне хотелось, чтобы убили в первую очередь. Это не Мига. Это наша восточная красавица. Эмили, Эмили. Эшли влюблена в Криса. Прилежная, любознательная, прямолинейная. Слушайте, она знаете, кого мне напоминает? Вот вообще в памяти прям вспыхнула. Первая часть американского пирога та девчонка из хора, которая с качком-то встречалась. Это она вообще похожая. Вообще капец. Окей. Влюблена в Криса. В Криса много кто влюблен. Я заметил. Я думаю, скоро и Мига в Криса влюбится. Так, сможем осматриваться. Вот сейчас будет скример. Я играю в наушниках, поэтому мне в плане страшно. Я же сказал. Я же сказал. Я же больше, чем подружиться. Ой. А разругались ты с треском и фанфарами. Вот сучка-то. Эмили. Ну-ка, давайте по нам. Ой, твою мать, я знал это! Эй, оу. Собака. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну, ты даешь. Ублюда. Я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Вот дурак, вот дурак. Слушай, Эшли. Ну, извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего. Ну, что там? Есть за кем подглядывать? Ээээ, это... Дай-ка гляну. Это... Так, эээ... Обман, 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 обман. Да, он сломанный, ничего, совсем ничего интересного. Правда? Да ладно. Наверняка там где-то медведь жрет в лесу или типа того. Эээ, но стоять... Эээ, но стоять нет, 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 нет. Нет, не напрягай глаза. Я только взглянула, и тут же голова заболела. Так что, не надо. Нет. Ладно. Ну, что ж, как скажешь. Эээ, 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 эээ... Ладно, уберегли мы. Негра от драки. Но я думаю, этот Крис, он забьет. Забьет. Все-таки. Негу, потому что он как-то помощнее выглядит. Так, с книгой телефон. Книгой телефон. Книгой телефон. А что там за книга? Давайте посмотрим просто. Это фотоальбом, по-моему, какой-то, нет? Или правда книга? Нет, это действительно книга. Это, по-моему, 50 оттенков серого, кстати. Вот, Майк, она в него влюблена, по-моему. А, нет, Джесс. Джесс, Джесс. Джессу с Сэм, кстати, похожи очень. Снежок, скамейка, снежок. Ну, я не знаю, если тебе так нравится. А, оп, 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 оп. Подождите. Не то нажал. Сори. Сори. Ну-ну-ну. Меткое попадание. Сэм и Джесс похожи, но у Джесс у нее более мягкие черты лица. И она больше использует косметику, как мне показалось. О, по-моему, я еще ни один кут не зафейлил. Неплохо идем. А тут уровня сложности нет, кстати. Веселуха. Один момент из Ведьмака. Три напоминает, кстати. Иногда лучше вариант не делать ничего. Если я знаю, как облупленного. А-а-а. Птичку стрельнуть? Да ладно, убила, типа. Да не убила бы она ее. Снежком. Победа. Все. Моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может, и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так, так. Значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник. Снежная королева Джессика. Скоро узнаешь, какая я снежная. Не ляди. Снежок поцеловать, снежок поцеловать. Целую, хрен с тобой. Птичку жалко, да. Да она живая. Не убить птичку, снежком. Птичка и не такой птичка живая. Вот это я среагировал. Да, это просто жесть. Нас чуть не убило. Да, то есть, чума. Если бы ты не оттолкнула меня, то все. Пошли отсюда. Жесть. Вот это жесть. Я испугал. Я геймпад, знаете, чуть-чуть так, ну, расслабился, смотрю. И да, эта игра не позволит тебе так спокойно смотреть киношку. Надо тут всегда быть сосредоточенным. Снова в кабинете доктора Хила. Как мне подсказали, психотерапевты, а не психолога. Хорошо, психотерапевт. Мы с тобой добились больших успехов в прошлый раз. Но твое состояние меня тревожит. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Ну реально, ребята, реально напоминает Shattered Memory. Серьезно, это прямо оттуда идею взяли. Че у нас тут? У нас тут Киану Ривз, да? Типа Киану Ривз и девчонка из Форсажа. Что меня больше пугает? Честно говоря, баба как-то страшнее зловеще выглядит, поэтому женщина. Страшнее баба выглядит. Смотрите, какой у нее угрожающий. А, перелесную страницу. Ага, вот так, понял. Что больше пугает, самолет или толпа? Ммм... Самолет. Прикольно, кстати, сделано. Высота утопления. Честно говоря, ребят, я очень... Я неплохо плаваю, вот по себе скажу. Воды я вообще не боюсь, а вот высоты... Песец. У меня на высоте зданиях вообще прям голова сразу же кружится, начинает. И я правда боюсь высоты. Причем в детстве я не боялся, а вот подросся и стал действительно очень сильно бояться. Поэтому высота меня пугает. Что больше? Змея или крыса? Змея или крыса? Ну, крыса это зараза, а змея это яд. То есть, змея опаснее, я думаю, все-таки. Поэтому змея. Пистолет или нож? Пистолет или нож? Нож на самом деле пугает больше, потому что пистолет он как бы дарует. Вот, быструю смель, да? А нож ножом можно очень долго пытать. Поэтому меня тут больше пугает нож. Следом, что у нас? Блин, такая детализация офигительная. Я имею ввиду, вот перчатка даже как сделана. Таракан или змея? Я понимаю, к чему нас тут ведут. Мы, видимо, таким образом создаем себе и персонажа, который в итоге окажется на этом кресле. Но я думаю, если бы это была бабенка, да, то она бы сказала, что таракан. А так, ну, змея, конечно. Простите меня, таракан, это хрень вообще по сравнению со змеей. О-о-о-о, клоун пугало. Ну, смотрите, тут такое пугало безобидное, да, и такой жуткий клоун. Офигеть. Ну, в конкретном случае, тут меня пугает больше клоун. Дальше. Кровь и ворон. Кровь, ну, тут вообще не кровь, это кишки выпотрошенные. Это внутренности скорее. Смотрите, там сердце, по-моему, поджелудочное, мозги. И, конечно, кровь больше пугает. Ну, то есть, внутренность. Что вы так резкими звуками-то пугаете? В таблоке я заряжу сейчас с этими скримерами. Ну, давай. Опять, что ли? Я. Кровь. Дальше. Дальше. Зомби или клоун? Зомби тут страшнее. Зомби жуткие. И зубы у него как-то перепотрошены. О-о-о. Ну, тут волчара, наверное. Слушайте, а может быть, они как-то пытаются, наоборот, создать ситуации, которые будут нас пугать, красави или волк. А, волк. Диди. Так называемый. Очень любопытно. Ты так стараешься? Спасибо. Смотрите, у него... зомби, зомби, собаки. Вот так комбинация тянет на хорошую вечеринку. Да ладно, тут зомби будут? К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Но ничего, мы скоро увидимся. Знаете, что удалось вот разработчикам конкретно в этой игре вот полость рта классно сделать? Это первая на моей памяти игра, где вот полость рта так детализирована. Реалистично ранее, until down. Until down. А, мы главу типа прошли. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Ага, вот как история составляется. Вот и все. Хотя они бы по-любому, наверное, это все говорили. Они бы, наверное, по-любому все это говорили. Кстати, Брейн, привет. Привет, Брейн. Хорошо, что ты посетил, наконец-то, мою трансляцию. Так, с Ип появляется Джош, брат Ханны и Бэт. Заботливый, преданный, сложный. Вот смотрите, он же ту запись сделал. Значит, этот парень весьма и весьма сомнительный. То есть, он какой-то такой мутный. Мне кажется, он не совсем, не совсем хороший. Ты здесь вырос. Тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили. Телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний миллион, тогда мигом устрою. Да, конечно, сейчас. Оставил в другой куртке. Упс. Здорово. Вы нормально добрались? Ага. Неплохо. Вот жаль, только тут нет носильщиков. Добрались нормально. Только, честно говоря, мне здесь немного жутко. Ну вот и маньячина опять появился. Давненько, кстати, его не было. Эй-эй-эй. Ну так что, будем веселиться? Конечно. А, сплетни Мэтт и Эмили беспокойство. Ага-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а-ха-ха-ха. Ну давайте посплетничаем. Так значит, Мэтт сошелся с Эмили. Похоже на то. А Майк что думает? Есть подозрение, что Майка сейчас немного не до того. Хм. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Ну да. Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать. Эм, да шучу я, взломчик. Как-то он ушел, ахахах, биделся, что ли? Задели блондинчика? Привет, Эш. Привет. А, беспокойство, уверенность. Он же в нее влюблен, да? Давайте без спокойствия. Статус обновлен. Так, за кого мы теперь играем? Ага. А они, типа, сейчас пойдут взломать. А тут вообще есть вариативность, куда пойти там, побазарить, может, с кем-нибудь? О, вот смотрите, вот тут тотем, по-моему. Еще один тотемчик находим. Ир2. И смотрим, что в нем. Капкан. Отрезало пальцы. Хорошо. Значит, нужно будет избегать в будущем капканов. А кому интересно, пальчики-то обрежет. Кому интересно. Неужели? Мне кажется, какой-нибудь девчонки отрежет. А может быть, и ему самому. Ты уже видел, Эшли? Да. О, чудесно. И как у нее дела? Хорошо. А что? Ничего. Вот из всех девчонок, которых мы пока что видели, Сэм самая привлекательная, на мой взгляд. Вообще красоточка. Я бы даже дал где-нибудь оценочку. 8,5 из 10. Там что-то еще, вон, блистает. А как туда пройти? Или это Нига там своей лысиной блистает? Непонятно. Вот там же было? Вон, смотрите. А, Снигой побазарить. Ну, давайте. Здорово. Странно видеть тебя не в спортивной форме. Да, это точно. Привет. Дружелюбие. А, дружелюбие, любопытство. А, значит, вы с Эмми... Давайте с Нигой не будем грубить. Дружелюбие. Ну, как оно? Неплохо. Не жалуюсь. Как сам? Да, все как обычно. Вот этот вот контур света, особенно, когда вот Мигу голову показывают, Мигу, вот этот контур света, он так живо выглядит, охренеть. Черт подери, вот это графон. Я представляю, если бы игра вышла на ПК, а на ПК всегда завышены системные требования. Представляю, какие там были бы системки. 20 гигов оператива и видяха 6 гигов. GTX, Titan, TI какой-нибудь. Для средних настройок графики. Так, ладно. Пойдем. А, можно с тобой тут еще поболтать? Давай поболтаем. Завязывай с этим. Давай не будем. Ну, если ты не возьмешь дело в свои руки, тот же Майк тебя опередит. Слышь, отцепился бы ты от меня. Да я так. Проверяю, что у тебя там все в рабочем состоянии. Ну да. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Ты все подготовил. Ты был настоящим джентльменом. И теперь она от тебя не уйдет. Согласие, не согласие. Согласие. Да. Пускай он будет уверен в себе. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, я никуда не деться. Ладно, ладно, я понял, ясно. Окей, пойдем дальше. Ну так что, как будем ламываться в дом моих предков, друг? Я не говорил, что знаю как. Я понял, так что знаешь. Давай, соображай быстрее, взломщик. Иначе, четыре прелестных леди отморозят себе булки, и уж поверь мне, это скажется на их настроении. Такс, тут топор я вижу. Топор, кстати, смотрите, а там окошко, по-моему, было выбито. Вот тут мне показалось. Давай, иди, иди. А, нет, нет. Топор? Топор-то сперли. Типа, подотвинуть, залезть, ну, ничего необычного. Давай, давай. Отблески на металлических поверхностях, опять же, клево сделано. Сноуборд. Порядок. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазит. Опа. Это я сделал? Да, нет, вряд ли. Перепад. Вот. Держи. Перепад напряжения случился. Стой, Крис, у меня есть крутая идея. Да? Сто пудов. Что за идея? Так, значит, в какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял. Зачем мне его жечь? Он пшикает. Это спрей. А, да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдатики играли. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок оттает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного поохотиться в темноте? Нет, но придется. Борь, помощь, пилигрим! Кстати, можно же еще керосином подлить. Или способов так-то много. Как замерзший замок вскрыть. Ну да, это тоже как вариант. Еще один тотем находим. Насмотрим, что тут. Что это было? Кто-то сгорел. Я понял, я понял, к чему нас ведут. Нужно этой хренью не баловаться. Мы кого-то там сожжем, типа. Может, мы весь дом сожжем. Хорошо, где тут этот спрей? Вот он, походу. А, нет. Это клычок бумаги. Блин, надо удерживать, что ли? Давай-давай, осматривай. Нужно аж удерживать, чтобы прочесть. Так, 5 июня 97-го Альберта Бьюгл. Альберта Бьюгл, наверное, правильно. Бывший уборщик, осужденный за поджог, клянется отомстить семье киномагната. Чарли Скотт специальный корреспондент. Виктор Милгрэм, 52 года. Вчера был осужден на 16 лет тюремного заключения за поджог в Блэквуд Пайнс. Милгрэм, 28 лет, проработал уборщиком в старом горном отеле, однако, когда данное имущество приобрел в собственность голливудский режиссер Боб Вашингтон, Милгрэма уволили. Судебный процесс закончился сенсацией. После объявления приговора разъяренный Милгрэм стал выкрикивать оскорбление в адрес беременной жены Вашингтона Мелинды, назвав ее шлюхой. Он поклялся отомстить. Е, мужа и детей тоже Е. Все получат, заявил он. Я думаю, вы догадались, о чем он там говорил в троиточках. Было видно, что Мелинда с трудом сохраняет самообладание в ходе слушаний. После она заявила, что ее расстроили угрозы Милгрэма, но при этом она уверена, что судебная система защитит ее семью. Интересно, вот эта вспомогательная сюжетная веточка, которая раскрывается вот в этих бумажках, она как-то сыграет вообще на сюжет, но видимо сыграет. То есть у нас уже потихонечку складывается картина, кто же может быть этим таинственным мужчиной с мачете, который гоняет в лесу. Может ли быть? Нет, но это было бы слишком, слишком очевидно. Так, давайте я по чатику по-быстренькому пробегусь, а то все-таки у меня трансляция не как-то... О, кстати, тут что-то у меня открылось. Зайдите в ванную и найдите дезодорант. Ванную значит нужно найти. Что тут еще? А, вот эти улики. Я уже что-то, кстати, напропускал. Смерть, наставление, утрата. что-то еще? Мы еще не нашли ни одной опасности и ни одной удачи. Да? Да. События прошлого. А, может быть из этих тотемов там еще собирается эта линия. Интересно. Интересно. Вот. Левопустой порог. Крис решил не стрелять в белку, в природе сохранилось равновесие. А вот тут вот что? Рэшли отговорила. Мэтт осмотрелескоп. Мэтт не увидел флюртующих. Ага. А это что? Сэм Прочислав входящийся. А? Крис был оскорблен без тактности сэм. Ой, ну прямо уж так оскорблен. У мужиков нет чувств. Парней нет чувств. Ничем не был. Оскорблен. Такс, 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 такс. Чат меж тем довольно-таки активный. Честно говоря, я удивлен, что до сих пор на трансляции почти сотни многие ее уже прошли, оселили, но мне чертовски приятно, друзья, что вы пришли сегодня на трансляцию. Даже вон Роланда Хеллстоун проскочила в комментариях. Привет. Привет вам с Брейном Большущей. У Брейна почти весь стрим я поприсутствовал, но периодически отходил, ну и потом совсем ушел, чтобы готовиться к своему своему стриму. Как это у мужиков нет чувств? Ридж, ты чего? Ну Эльгара, ну это же шутка. Эльгара, ну как ты? Ладно, пойдемте дальше, пойдемте дальше. Не вижу пока. Не вижу пока вопросиков. Нам нужно найти Дезодорант, чтобы спалить замок вместе с ним и весь дом к чертям. Ха, круто! Найдена улика, семейный портрет. Сейчас зачаруем Так, ну мы видим Сестричек, да, которые погибли Вот их родители Родители, по-моему, живы И вот, собственно, сам хозяин На сегодняшнюю ночь Сестрички, кстати, на этих портретах Выглядят вообще как-то устрашающе Ладно, пойдемте дальше Такс, 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 такс Я сейчас боюсь какой-нибудь скример И я опять испужаюсь, поэтому Сейчас я собрался Собрался Со всеми Со всеми силами Я не знаю Тут скримеры реально парочку раз Меня прям напугали, хорошо, что я без вебки Стримлю Я бы так же и сделал, кстати А может быть, все-таки ты откроешь нам дверь Сейчас Так, ну ванная А где тут ванная? Я что-то не нашел ванную Да, это Стримлю с PlayStation 4 Все верно Так, мы пришли оттуда, да? Мы пришли оттуда Значит, нам сюда В этом холле мы уже были Год назад, получается А, нет Нет, смотрите Это что-то вообще другое Это какой-то другой холл В тот раз все по-другому выглядело А, там же они в баре сидели Точно-точно-точно Так, фотография со школьного балла Хорошо Что тут написано? 25-я, 04-я, 13-я Готовы к выпускному Ханна, Сэм, Майк, Эмили Странно, что фотография просто так вот валяется Блин, музыка меня напрягает Не, ну я думаю, что все-таки мистики в игре не будет Потому что нет какой-то предрасположенности к мистике Мне кажется, что все-таки это жизненная история Окажется, несмотря на эти Разговоры доктора о каких-то там зомби Еще о чем-то таком Ладно, наверх, короче, поперлись Не могу я найти тут ванную Что, реально нам сейчас У нас в доступе полностью весь дом И мы вольны идти куда угодно Даже так Ну, кстати, странно, что снега-то не насыпалось Там такой буран жесткий А снега не видно, но опять же Давай-давай, иди туда, иди туда Я чувствую, что где-то здесь ванная комната Где-то вот здесь Нет? Нет? Ну и глубина резкости тоже классно Отрабатываю я тут Просто по полной Вот, походу, ванная Где? Да ну вас нахрен Не надо стучать-то Кто-то стучит Ну, нажимай Тут уже свети... А, вот где светилась Я думал, рядом с ванной Светилась Убийца Вескер, да? Убийца Вескер, ребят Это стопудово Ой, блядь Сука Я думал, что это фейковый скример Я вообще не был готов Ублюдство Мы уже булки все отморозили Твою мать Я не люблю скримеров Нигде Я вообще не перевариваю Это не смешно Какое медведь? Это росомаха, по-моему Да, росомаха Ничего, дружок Скоро ты вырастешь Не, на самом деле Росомахия не опасна для людей То есть они могут наброситься И... Ну, сделать много нехороших вещей Я в зоопарке видел, кстати, росомах Другую О, мамочки Как хорошо быть под крышей Хотя тут тоже очень холодно Я разведу огонь Все на прежних местах Тут никого не было А как же полицейские? Сюда мало кто приезжает Как дела, тусовщики? Привет Привет Здорово Чувствую себя как дома Окей Но еще никто не умер Мы уже играем полтора часа Но еще никто не умер Для подросткового фильма Это очень странно Вот это меня раздражает Эмили Ты пытаешься всосать его лицо? Эмили Ну правда Ты посмотри, как она старается Расслабься, милая Никому твой майк не нужен Дашу прощения Ты что-то сказала? Ты что? Не расслышала? Уши заложила А ты, похоже, страдаешь Что не прошла отбор Да Твой красавчик Только телок выбирает И ты, корова с медалью Вот это уела Я первая красотка класса Так, провокация Примирение Так, ну ниггер у нас выбрал Хорошее эстезю Поэтому примирение Эм, не надо А ты заткнись Не суйся, тупой осел Че сказала? А, только ты имеешь право Затыкать ему рот Он твоя личная игрушка? Ну ты, сука Ну и что? Мне вообще насрать, что ты думаешь Я хоть умею думать У меня высший бал на выпуске Мне не придется Как тебе ноги всю жизнь раздвигать Да, на кой мне сдались твои оценки Когда природа одарила по полной Да ладно Ты-то своей отвеслой задницей На хлеб не заработаешь Серьезно? Это, типа, оскорбление? Эта сучка что? Под крэком, что ли? Такс, 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 такс Провокация Сейчас провокация Придержи-ка язык, Джесс Поняла? Нет Сам не суй нос в чужие дела Командовать он мне будет Но сейчас я суну нос в твои дела, сука Хочешь разобраться? Ну что, пошли разберемся Хватит! Мы не за этим сюда приехали Это очень плохо Не то, чего я хотел Так, если мы 10 минут Не можем провести бессор Может, устроим перерыв? Майк, почему бы вам с Джесс Не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо Пройдемся? Лишь бы подальше от нее А Майк Майк такой, типа Майк такой, типа Да не, мне это все не нравится Сам сидел там, кайфовал, смотрел Ну что, Джош Разведем огонь Я думаю Я хочу вставить свои 5 копеек Я думаю, для мужика Это наивысшая радость Когда из-за него Две симпатичные Телки ссорятся Это наивысшая радость Наверное, для мужика Выше может быть только Когда три телки ссорятся Ну и так По нарастающей у меня понят Сумка Маленькая сумочка Ну с розовым На Родео Драйв купила Мэтт, ты меня слышишь? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви Где я взяла шпильки А ты свалил в вешалку Заглядевшись на девицу за прилавком Эй-эй Она просто спросила про надпись на футболке Ага, конечно Насрать ей было на твою дизайнерскую футболку Да что ты прицепилась? Найди мою сумку Господи, Эмми Ты могла просто забыть Чтобы я забыла сумочку? Ну Сдурел? Ладно Да ты ее, небось, на фуникуляре оставил Ну, милый Пошли искать А потом согреемся? Еще как согреемся Ладно Ладно, идем Да чего же неприятно Ниги-то А я ванну приму Кому вообще неприятно сейчас А если бы он еще и В перископ тогда В этот увидел Что там происходило Он бы сейчас Пороже дал этой кореянке С экскурсии С экскурсии Тоже не бодро А далеко тащиться До этой вашей хижины Эта хижина Будет самым уютным И романтическим Любовным гнездышком В твоей жизни Еще бы до нее дойти Ну, надо же верить в удачу Ну, может быть Она тебе и улыбнется Эй, порнозвезды Вы забыли это Порнозвезды? Я бы позырил Как пошло Простите, что выставил вас Да забей Ну, я думаю Вы там найдете Чем заняться Угу Ну и ты там не скучай О, чуть не забыл Вам нужно завести генератор Чтобы осветить дорогу Там темнота А, я понял А Джонни-то со мной Заигрывает? Отлично Возьмем его с собой Ты серьезно? Что? Нет Вау Какой свет от фонаря Я все Я все не могу налюбоваться Здешним графоном Реально Мне очень нравится Здешний дизайн Вообще Как все Как вообще все сделано Единственное К чему у меня есть претензия К реализму То есть Игра нереалистична Если бы подростки приехали Вот В такое время В какой-то загородный дом Они бы уже были все бухи Вот все уже были бы бухи Нереалистичная игра Шучу, конечно Но Есть такое Согласитесь Эй, красавчик Сфоткаемся? Только хотел предложить Сельфи Так Можно и селфи самому делать Ну-ка, ну-ка, ну-ка Давайте Поймаем кадр получше Она так глаза прищерила Идиотская Для альфа самца У майка какой-то голос Слегка неуверенный Интересно Какого у него в оригинале Голос я, наверное, и в оригинале Сыграю потом Для сравнения Интерактивные фильмы Я всегда пару раз прохожу Частная собственность Поместья Вашингтонов Окей Тело, говоришь Они его бухими Приехали Да Они бы уже были Все в дюде Сто пудово Особенно у них Такая же Развязная компашка Это явно Не Не сборище Отличненько Эмили просто дура Если считает Что может вмешиваться В наши с тобой отношения Хорошо бы Эта сучка Пошла за нами шпионить И ее сожрал медведь А если ее волк Сожрет Как я там отвечал Согласие Не согласие Давай не согласие Такс Такс Это типа Подождите Мы сейчас выбираем Типа да С кем он останется С кореянкой Или с ней Ладно Ладно Согласие Согласие Пускай он С блондиночкой Остается Ну да Я же не виноват Что она не понимает Простых слов Типа Вали дура Ага Тоже мне отличница Из хорошей семьи Интересно Интересная у меня История получается Это куда Дорога ведет Электронный замок Он скорее всего Он скорее всего В этой стороне Ну НПС ходят Так же Как и боты В принципе Обычные Тут далеко От хэви рейна Не ушло Эй Эй Вот он Вот он где Маньячок-то Нападает Слушайте 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 О Свет Дали Ох ты Ёмая Но тут я уже Не испугался Нет И не страшно Хотя ведь Они сейчас туда Попрутся Ой Вот сейчас Наверное Первая шнега Произойдет Ребята Я прям чую Я прям чую Что сейчас Какая-нибудь Шнега Произойдет Сезам А ну Откройся Неплохо Да Да Полный восторг Хрен О Да Сплошные Хиты Да Фигурка у Джессики Роскошная Ничего Не скажу Наверное Самая симпотная Из всех девок В плане фигурки Но не в плане Физиономии Пока что Ты не похожа Еще как Возбуждает Маленькое Приключение О Секс Споко А Так они Вот зачем Пошли Я думал У них Правда Какие-то дела Есть Важные Полицейская Лента Хм И правда Я бы не заметил Без тебя И че С прошлого года Могли бы И убрать Дело Так и не было Закрыто Меня Прямо Дрожь Пробирает Джесс Классная Но ее Лицевая Анимация Меня Пугает Больше Маньяка Да ну Прикольно Анимация Так Уважительно Спросить Давайте Спросим Все Все В тумане Все Почти Забылось Зато Я вот Прекрасно Помню Как мы В тот Раз Устроили Тупой Дебильный Розыгрыш Который Стоил Ханни И Бет Жизнь Стой Кто Жмог Знать Что Что Они В лес Рванут Да Кто Мог Предположить Что Они Сделают Такую Глупость Голос Реально У него Какой То Странный Я Не Понял Тут Че Два Актера Его Озучили Потому Что Иногда Интонация Меня Скаж Что Другой Сил Олег Мне Наверное Это Кажется Сейчас Нам Вал Зомби Нас Сейчас Напугают Слышал Кто Это Кричал Неужели Сестрички Вернутся Класс Кажется Кажется Не Пройдем Тропа Завалена Нет Уж Я Ни За Что Не Пойду Назад В Этот Музей Восковых Фигур Пить Горячий Шоколад С Эмили Знаешь Что Нафиг Мы Рисковые Мы С Тобой Най О Ее Черт Джессика Все нормально Блин Ты Меня Напугал Думаешь Мне Понравилось Руки Ноги Целы Ну да Руки Ноги Вроде Я Думал Она Поделась Сейчас Не знаю Я же Тут Почти Ничего Не Вижу Так Геройство Осторожность Геройство Давайте Осторожность Он все Так Альфа Самец Поэтому Он Не Будет Туда Прыгать Ладно Я Сейчас Попробую Очень Тяжелая Упорство Давай Еще Раз Помощь Протискивайся Давай Еще Раз Ну Ка Еще Раз Она Дико Тяжелая Я Говорю Попробую Еще Нет Майк Слушай Я Так Скоро Надорвусь Не Могу Я Ее Сдвинуть Есть Еще Соображение Давайте Осторожность Ладно Джесс Я бросаю Фонарик Слышь От винта Чего Вот Ну короче Кидаю Нашла Да Да Нашла Так Так все равно Как она выйдет Оттуда Ему все равно Надо будет Спрыгнуть Что за бред Как она Оттуда Джесс Что там У тебя Все нормально Тут Что-то Есть Что Кто-то Живот Да Спрыгивай уже Это Это Ладно Сейчас Спущусь Погоди Ох 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 Давай быстрее Быстрее Дружочек Да он тут обоих Хвальнет Я думаю А может быть Одного Одной Удастся Спастись Я думаю Потому что Оба спасутся Хер его знает А назад Не посмотреть Камеру Не повернуть А Пещера Реально Крипи Крипи Киев Повлияет Интересно Ой 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 Ох 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 Господи Ты живой Это типа он сейчас погибнуть мог или серьезно травмироваться Все нормально То есть он сейчас Он сейчас мог поднимать наверное Может тебя обнять Поддержать Давай сперва дай кижины дойдем Есть еще один тотемчик Воу Воу Это джесс было? Или сэм? По-моему Такие косы У джесток Жутко То есть она где-то там голенькая будет И зарезанная Полностью бегать Как Лара Крофт Из Tomb Raider Ну я вам скажу Что игра действительно очень интересна То есть игра держит Интересное повествование Хорошо выстроили Историю И то ли еще будет Да Мы по сути только начали играть А курок Кто додумался курить тут сигары? Свежий Кто тут мог быть? Фу Сигара как где-то Ну вот это реально ребят Вот этот осмотр предметов Это глупость из этого самого Из Ордена То есть там также Вот Useless Можно было осматривать Вот так Нахрена мне Это так курок осматривать? Бросай Что-то Историческое Типа Светилище? Наверняка Что-то индейское Понятное дело Уж явно не шахтеры Да, кстати, вот я смотрю, в чате пишу, что он реально мог здесь подъебнуть. Хорошо, но, ребят, на будущее ничего не спалите. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну тут ничего не сделать. Просто шняга, да? Только осмотреть нужно. Ладно. Возможно, это домик местного Джейсона. Возможно. Ну, то есть он... Тусовался. Ребята, а не проще было бы назад-то влезть, а? Подсадил бы девчонку, сам бы залез. Там слишком низко сделали, чтобы... Ну, у тебя сложилось такое впечатление, что все туда не подняться. Все, уже ничего не сделать. Куда сейчас вообще под землю уходим? Сейчас еще спуск начнется. Фильм спуск? А, найдена улика, карта шахт. Как тут все еще не рухнуло? Ни хрена там шахта-то, действительно запутанная. Ты фонариком-то посвети, может быть, че-че-че-че ведем? А, думаю, она нам вряд ли в чем-то поможет. Очень даже вряд ли. Сейчас опять скример. Хоть какая-то надежда. А, нет, вышли. Смотрите, вышли. Нет. Никакого хоррора там не началось, мистического. Они в итоге даже сейчас, наверное, и дойдут до этой хижины и займутся там тем, чем хотели. Ну, я так думаю. По-любому. Во всех играх интерактивных фильмов есть из-за Кейджа, из-за Дэвида Кейджа есть сцена секса. Серьезно. Это как бы обязательная какая-то программа. Вот это из-за Кейджа все. Я рад, что в Walking Dead ничего такого нет. То есть вы представляете, какую можно было сцену секса сделать. Во втором сезоне, да? Как у Линкольна. Сейчас увидишь спальню, Линкольн. А, ты что, решил поиграть со мной в президента? Прокатить на борту номер один? Ладно, только не надо предвыборной агитации. Какие острые на язычок. Что-то, что-то. Поглядим на деревья, поглядим на небо, поглядим на хижину. Опа. Что? Возле хижины кто-то есть. Мне сказали, что тотем, тотем. Где? Вот этот вот тотем. Где я пропустил? Это тотем. Сейчас посмотрим. Охренеть. Майкл, у меня есть крутая идея. Ну? Обнимем медведя. Давай, ну, пойдем. Ты шутишь? Джесс, ты что обалдела? Это шутка, надеюсь, была? Я надеюсь, она не такая глупая. Так, Black Wood Pines. Обитатели горы и прилегающих территорий. Маккензийский равнинный волк. Кэмис лупус окидентелис. Этот легендарный могучий хищник обладает... Нападает на оленей... Обладает оленей. Нападает на оленей, карибу и любых раненых животных. Провинции Альберта. Отстрел волков и их ловля в капканы разрешены в частных владениях. Спешим обрадовать. Здесь, в Black Wood Pines, численность волков строго контролируется. Гризли. Всеядный зверь, который склонен к поеданию, падали. Но, в принципе, не откажется от любой пищи. В его рацион входит рыба, лосось, форель, окунь. И поэтому его часто можно встретить на берегу реки или у горного ручья. Гризли очень опасно, однако сами на людей нападают редко. Вапити скалистых гор. Вапити или вапити, не знаю. Эти величественные олени живут в этих краях уже несколько тысяч лет. Обычно они довольно смирные. Но каждый альфа-самец яростно защищает свой гарем. И это часто приводит к жестоким стычкам с чужаками. Вот я говорю, что, в принципе, олень может броситься на человека, защищая. И он может даже убить человека. То есть они начинают лапами, знаете, как дико забивать. Помните, видосик был на ютубе? Ну, он сейчас, наверное, ездит. Там на чувака набросил какой-то небольшой олень. Он вот так просто забил своими передними копытами, что это жуть было. То есть пацан там, там охотник, по-моему, какой-то мужичек. Он еле сбежал. Я тут тотем пропустил. Ничего я не пропустил вроде тут. Или пропустился? Где тотем пропустил? Ребят. Ничего тут не вижу. Или он и сейчас уже? Он и сейчас уже, наверное. Не вижу. Или еще ниже? Так. Провинция Альберта Вескера. Это моя точка. Так, вот, кстати, камера. Действительно, когда бросаешь... Бинокль пропустил. Ошибся, наверное, дальше. Ну, вот вы со своими ошибками тут меня смущаете. Ладно, пойдем быстрее. Саладин. За пещерой. За пещерой тотем пропустил. За пещерой. Но он же там остался. Давайте вернемся. Давайте вернемся. Мне интересно посмотреть, что там еще нам предскажут. Это крутая вообще тема. Тут я не вижу, чтобы что-то мерцало, моргало. Не вижу. Вот где? Тут где-то? Так-с. Мне говорят, кошелечки проверяем. Ну, я на самом деле, ребят, сегодня донат-то не прошу. Сегодня мы так по фану. Ну, ладно, сейчас проверю. Сейчас проверю. У меня, видите, сейчас трансляция с PS4 идет. И, к сожалению, у меня не получится добавить у вас список донатеров. Ну, то есть... Я смогу у вас добавить список донатеров в канале, но вот на трансляцию сегодня добавить не смогу. Поэтому, собственно, доната сегодня и не просил. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Попустенькому. Нет, нет, вроде ничего нет. Ну, и я не просил ничего. Сейчас посмотрим. Может быть, на Киви что-то. Текст. Да, на Киви что-то есть. На Киви что-то упало. Такс, 300 рублей. Комментарий. Рижет, понимая, что сумма не супер большая, но это осталось от школы. Скоро еще удивлю. Тебя уже долго смотрю со времен Resident Evil 5. Искренне, искренне от меня. Сенра 1. Спасибо, что ты такой, какой есть. Сенра, огромное спасибо. Огромное спасибо за 300 рубликов. Ну, что ж ты прям... В школе-то на обиды тоже нужно денежки оставить. Ну, спасибо огромное. Очень, очень приятно. И обязательно тебя занесу в список донатеров. Но вообще, ребят, сегодня давайте... Сегодня давайте без донатов. Сегодня... Ну, стрим не на то нацелен. Стрим нацелен на то, чтобы смотреть кино. Но... Такс, ну и где этот темп-то пропустил, ребят? Ну, че вы... Надеюсь, вы не прикалываетесь. Надеюсь, а то вы... Я знаю, вы любите там... Ага, там-то пропустил. Ты ходишь вокруг, да около. Нету, короче, ничего. Все. Я в следующий раз вообще перестану. Вот ты... Доиграйтесь со мной, как мальчик и волки, да? Вот доиграйтесь. Я вас слушать не буду. И буду играть так, как надо. Ладно, хрен с ним. В принципе, тут же не суть их все собирать. Сзади дороги, в которой ты был. Не в пещере. Сзади дороги. В которой ты... Сзади дороги! Ну, как это вообще можно понять? Сзади дороги. Давайте рассчитаем. Вот смотрите, куда я сейчас свечу. Это, предположим, у нас север, да? Вот, предположим, там север. С какой тут стороны сзади дороги? С какой? Непонятно. Абсолютно непонятно. Тут я ничего не вижу. Тут я тоже ничего не вижу. Сзади дороги. Может, тут... А, вот это, типа? А-а-а! Ну, ладно, сообразил. Спасибо, спасибо. Все, я... Доверие остается при вас, дорогие друзья. Так-с, 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 так-с. И в пещере я пропустил? Да ладно, в пещере я не мог. Да хер с ним, короче. Не буду я их все находить. Пофиг вообще. Я по фану играю. В общем, на тотемы, ребят, срать. Какие найду, такие найду. Какие не найду, хер с ними вообще. Хештег сзади дороги. Да, это зачетно. Это зачетно. Пойдемте, короче, бинокль смотреть. Ну, следы на снегу какие-то действительно лежка большие. На мой взгляд. В Uncharted 2 были реалистичнее следы на снегу. Тут они как-то... Как-то так, немного посредственно сделаны. Смотрим. Сейчас он... Лишь бы Нидер опять не выскочил. А, я был готов. Я был готов. Я знал, что это может повториться. Поэтому не испугали. А что, еще раз смотреть, что ли? Чего? Опять будете пугать? Ну, вот. Это что-то вроде кондишена, да, там. Ну, и смысл. Подожди, так он же увидел. Он же скримера же увидел. Скримера же увидел. Или что это? Или этот... Я не понял. Этот скример... 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 Скример был для нас, что ли? Не понял. Логика вещей тут иногда непонятно. Его кто-то напугал. И тут... Ну, ладно. Будем считать, что это... Что-то типа такая условность. Допустим. Ну, допустим. Или он, может, решил ей не говорить просто. Что-то будет. Что-то будет. А, вот они, олени-то. Аккуратней, дурачок. Не, я не испугался. Остроумие. Раздражение. Остроумие. Подождите, дом был в той стороне. Они какими-то пикулями идут. Че-то как-то слишком далеко. А куда, ребята, вообще поперлись? Лучше бы ты осталась там с ними. И с этой кореянкой. Или китаянкой. Или японкой. Не знаю. Нет, она там китаянка вроде. Потому что на китаянку похожа. Чтоб тебя, Джош. Не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить. Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, ныти-ка. Ха, ну-ну. Выпендрёшь. Эй, Майк. Что это у тебя такое на лице? Там, видимо, не особо холодно, ребята. Сама напросилась. Раз они... Ой. Джесс. Джесс. Что? 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 Что делать? Куда бежать? Джесс. Джесс. Сэмми! Что? А, Сэмми? Не хочешь, что можешь не разжечь огонь? А, я думала, ванну принять. Мешите на ласкательную, у меня Сэмми. О, давай ванну лучше. Тебе в этом деле помочь, не надо? Как смешно. Слушайте, ну я сомневаюсь, что там горячая вода есть. А может таки есть. Ну там даже света нет. Она, видите, даже без света там что-то пускается. Ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Прейн уже там кого-то пикапит у меня на стриме. Ну, Прейн, ну что ты даешь? Что ты, ну что ты даешь? Говорю, что ты делаешь? Что ты делаешь вообще? Прекращай со стрима моего дамочка водить. То я знаю, ты сейчас возьмешь, уведешь ее к себе на стрим, запустишь там Silent Hill и все. И моя зрительница навсегда потеряна. В общем, ребят, два часа я отстримил. Два часа прошло ровно. С начала стрима делаю перерывчик небольшой. Возвращаюсь и продолжаем. Продолжаем. Я, наверное, даже сейчас пока паузу нажму. Да. Пять минуточек перерыв. Пять минуточек перерывчик. 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 Продолжение следует... 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 По-моему, это что-то не очень хорошее. Хвастать, обсудить. Обсудить. Но со мной тоже. Что? Мне тоже трудно угодить. И я, признаться, не уверен, что ты справишься. Вот оно что. Скажите, пожалуйста. Говорю как есть. Учитывая, что именно лежит в этой сумке, ты бы подождал делать выводы, пока не вернёмся в дом. Ладно. Если сейчас умрёт негр, то... То это будет клишерованность. Ну, серьёзно. Потому что я чую, что... Убийство... Уже сколько мы играем? Два с половиной часа убийства должны уже начаться. Ну, посмотрим, посмотрим. Может... Может быть, сломает шаблон. О, как здесь сегодня красиво. О, да. Мне так приятно быть с тобой рядом, силач. Я не только по этой части. У меня и мозги имеются. Тебе хватило мозгов выбрать меня, теперь дело за мышцами. Ты делал это снаружи? Снаружи чего? Машины. А у тебя машина большая. Здесь тебе места не хватит? На счёт они намекают. Они отморозить себе причиндал хотят, что ли? Знаешь что? Поищем точку получше. Да? Может, тогда сразу точку G? Здесь много разных местечек. Да я уж прямо и снег расчистил. Как, джентльмен? Давай немного осмотримся. Ну, вот тут реально тупые подростки. Нет. Это вы опасным делом решили заняться. Подождите. Ну, чё-то же можно разглести. Да? Сидём. Майки М. Эй. Что такое? Ну, не злись ты. Зачем ты меня привела? Чтоб лохом выставить? Да ладно тебе дуться. Я здесь с тобой. Сейчас. Алло, Майкл. Ну, да. Если подумать, я совсем не лох. А кто? Везунчик. Хм. Так-то лучше. Ну, видно, что она ему нравится. А он ей нет. Она играет с ним. Сучка такая. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Что такого влажного в этой сунке? Да так просто бельё. Кружевное. Да ладно. Ааа, нетерпение. Флирт. Флирт. На кой чёрт оно нужно? Не хочешь меня в нём увидеть? Всё равно я его тут же сорву. Может, я хочу покрасоваться. На кой чёрт оно нужно было. Ну, может, это ниги так флиртует. Американские ниги. То есть... В Африке-то они вообще ничего не носят. Никаких набедренных повязок зачастую. Поэтому... Ой, чёрт, ну... Влево, вправо. Где твоя сумочка? Ммм? Ммм? Влево, вправо. Тут, по-моему, чё-то... Чё-то какое-то... Ответвление. Смотри, какой рот. Попробуй засунуть в него руку. Лучше не надо. Ну-ка, прямо вот сюда. Аааа! проверить проверить прикалывается я знал ну да классно да я мистер олух так страшные звуки из лесу нам походу не сюда это просто вспомогательная какая-то сценка была второстепенная сценка ладно быстрее быстрее ходу дал может там вашу подругу уже линчают а вот занимаетесь какой-нибудь какой-то шнегой спрыгнуть прошу мадам спасибо надо же очень впечатляет по-моему геймплей тут заключается только в ходьбе мы куда-то идем это геймплей свиное оружие что такое волкам бакс кто-то слепил снеговика это по-вашему снеговик а это видимо у у черных это щековик то есть в африке то есть свиная рожа насаженная на палку и обмотанная колючей проволокой это снеговик ребят запоминайте записывать сейчас открывайте блокнотики и записывайте как распознать снеговика с возвращением вот камбак а тут что с другой стороны какая-то может записанная книжка может прольем свет наверное крис или джош такие шуточки у них беспонтовая шутка мне это не нравится мне тоже что происходит кто мог это сделать мне как-то уже не до трусиков просто хочется кто же не до трусиков подождите это чё такое такая психотерапевт это видение что ли что у него происходит я хочу понять как ты относишься к людям которые боятся одиночества разделяешь этот страх ну скажем что да вот так знаешь ведь судя по твоей игре этого никак не скажешь что значит никак не скажешь ты обордел теперь давай подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям какие качества ты ценишь себе какие-то более важный нужно найти в друзьях это более эмоциональный сал на часть преданность или честность преданность что есть То есть ты сожалёшь что бы выручить друга ясно А если преданность или доброта? Надо подумать, нас не торопят, да. Доброта. Надо же, какой добрый человек. Как мило. Он уже с претензией ко мне. С какой-то... К сожалению, наше время вышло. И еще увидимся. По-моему, это видение какое-то. По-моему, это какое-то видение. Его, наверное, нет. То есть я начал сравнивать с Shattered Memories, но, по-моему, я был неправ. Хотя там тоже же можно отнести это к видению. Нет, там все-таки не видение было. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бэт Вашингтон. Я точно знаю, Ханна и Бэт оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум. Эффект бабочки. Что, прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир. Вот эта тема пошла с этого Салана Вейка и вот эксплуатирует, эксплуатирует ранее там. Ранее, ранее. Когда ты играешь, вот проходишь целиком игру. Ладно, потом. С миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моих. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьёзно. Я предельно серьёзен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Лучше-то будет. Эшли, ты у нас новообращённая. Тебе и быть медиумом. Беспечность. Ладно. Здесь кто-то есть? Алло. Возьмите трубку, духи. Ну алло. Абра-кадабра. Абра-кадабра. Если вы слышите, подайте знак. Ну там, Пацифик или Кирпич. Если для вас это шуточки. Хорошо, хорошо. Есть там кто-нибудь? Это, кстати, голос девчачьи. Знаете, эта актриса озвучила. Вот она у меня в памяти. Вот только сейчас. Вот четко всплыла. Это актриса, которая озвучила Гермиону Грейнджер. В Гарри Поттере. Вот сейчас послушайте. Это реально она? В этом вашем там. Хе-хе. Постойте-ка. Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется. Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите? Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Это она прикалывается или серьезно? Давай уточнение. Кто же ты? О, опять. Так, S. Е. С. Т. Р. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, че реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это... Наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. А этот, по-моему, вообще Гарри Поттер. Слушайте, мы уже Гарри Поттера смотрим, а не Вантил Даун играем. Это, по-моему, вообще весь актерский состав озвучки из Гарри Поттера сюда перехочевал. Ладно. Бет, это ты? Кто говорит с нами? Бет? Это ты? О, боже. Да бросьте вы. Джош? Может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Мне кажется, это Джош. С чего начать? Подумай. Если это действительно Бет, мы можем выяснить, что это случилось. Мне кажется, это Джош разыгрывает. Ладно. Хотя нет, ему-то какой смысл. Это же его сестра. Выяснение. Бет, мы хотим знать, что с тобой случилось. Ты расскажешь? Ха. А. Н. Н. Это Ханна. Дальше ползет. У. Б. И. Ли. Господи. Убили. Ребят. Ребят, как это понимать? Я не хочу продолжать. Мы должны. Ты только не нервничай. Она вроде говорит, что кто-то убил Ханна. Я не знаю. Ты просто спроси еще. Что-то это какая-то чертовщина начинается. Ну ладно, выяснение. Ладно. Так. Кто убил Ханну? Скажи нам. Б. И. Б. Библиотека. Может, и библиотеки что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. Библиотека. Охренеть. Крис. Знаете, что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет. Это же изначально твоя идея. Эй, успокойся. Эш, не виновата. Только яхова мне не хватало, придурки. Обиделся. Может, это Крис все-таки прикалывался? Гарри Поттера дожить до разведа. Да, новая часть, короче, Гарри Поттер. Актеры озвучки реальные из Гарри Поттера. Ну, из поздних частей, разумеется, где они уже взрослые. Подростки, я не точнее. Они же до домика не дошли, да? Хоже, тема секса так и не будет раскрыта. Until Dawn. Ее, значит, она либо убежала опять со своими тупыми шутками, либо она была похищена. Вон там что-то горит. Сейчас посмотрим. Кекс. Ёпт! Охренеть! Да хватит этих скримеров сраных, а! Чуть из штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Да кто тут так пошутить-то любит? Ну-ка давай, вскрывай это дерьмо. Ну, открой. Открой, давай посмотрим, че там. Долбаные скримеры. Ну, а как? Как туда? Ладно, это, видимо, просто вот тебя напугать. Надо было пройти мимо этих хератей. Знал бы. Знал бы, где упал соломку. Постерил, да? Тут не предугадаешь. И я торжественно еще и не убивать тебя, как-то. Ну ты даешь. Я ее заранее видел. Звук позже произошел. Такой скример не срабатывает. Стой, стой, стой. Ты должен это увидеть, ты должен. Нет, 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 Майкс. Ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джек. Нельзя так пугать людей. Да еще посреди леса. Страшно же. Ой, я тебя запугала. Если ты это запустишь, я тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно лишь напугать, его ты потеря штанов. Обиделся. Ворчание остроумия. Ну, он же у нас остроумный. Ну, нет, он обиделся. Он обиделся. Ладно, ладно, твоя взяла. Это, конечно, не соревнование. Но да, я победила. Ага. Как скажешь. Ну да, рыдай, Ромео. Смотри, чего добьешься. Это что? Это хищник? Это игра про хищника? Это что сейчас было? Это было точь-в-точь, как у хищника зрения. Капец. Потихоньку игра превратилась в One Kill Predator, да? Весело. Ну, вот эта врезка мне была совершенно непонятна. Ну, тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Ну, тут правда клево. И вот как работает глубина резкости, особенно вот этой сцени. Очень классно. Так все красиво смотрится. Я надеюсь, что трансляция хотя бы частично эту красоту передает. Поттер против хищника. Да, Фантазира? Похоже. Похоже на... Похоже на то. Как же они далеко идут. У них целое путешествие. Слушайте, может они на протяжении всей игры будут ходить? Будут ходить, блуждать по снегу. Сюда кинуть? Окей. Сейчас выпрыгну. Охренеть! Он нас чуть не зашип. А я подумал, Шварценеггер выпрыгнет зимнем к его фляже и критит. Гиви, пюды, чапа! И пробежит дальше. Думал, что-то типа того будет. Такс, мы же шли сюда, да? Нет, мы отсюда туда шли. Олень, когда выпрыгнул, часто кадров, наверное, просела до двух-трех фпс. По крайней мере, у меня. Капец, полыгры шли сюда, наверное. Херовая какая-то хижина. У этой... У девчонки-то, дочери, архитектора-то изуродованной из Resident Evil. Ремейк. И то получше домик был в лесу. Какая-то хренатень вообще. Тут даже не укрыться. Это вообще какая-то рыбацкая... Рыбацкий какой-то домик, рыбацкая хижина. Потому что тут ни хрена нет. А нет, что-то есть. Маска. Маска Ханка. Я так подозреваю. А, показать, испугать. А, испугать! Нет. Нет, давайте испугаем, давайте испугаем эту сучку украшенную. Ализа Тревор, да. Все время мне подсказывает. Эльгара, ты красавчик, как всегда. Все помнишь. О, господи! О, господи! О, господи! Сейчас же прекрати надо мной ржать. Я отомщен! Ну нет, это нечестно. Я оплатил тебе той же монетой. Я тебя пугнула, но не бросала в воду. Детка, я сделаю все, что смогу с тобой согреть. Никогда начну. Я обещаю, ты будешь восторг. Это было прикольно. В чате пишут хэштег секса не было, да и особо не хотелось на самом деле. Я бы больше посмотрел на то, как их линчуют. Я вот этого жду. Почти три часа мы играем, и еще ни одного подростка не убили. Это очень странно. Или, может быть, смерти начнутся ближе к концу? О, господи! Олень! Ты прекратишь бегать тут, носиться? Спрячься там в свою... Какой-нибудь... Пещеру люди там живут. Олени прибили. Слушайте, это, наверное, волк на него напал. Поддержать, убить. Поддержать, убить. Давайте добьем лучше. Так, дружок. Эй. Я избавлю тебя мучения. О, нигде. Так, так. Как же... Не могу смотреть. Так, так, так. Майк, что ты наделал? Что за фигня? Оторвалась! Это что за дерьмо? Это реально хищник, что ли? Я не знаю! Сюда, сюда, майк! Давай сюда! Медведь! Это медведь! Смотри! Смотри! Сюда, 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 сюда. Бежим по тропе! Еще чуть-чуть! Впереди баба бежит. Ну, мужик, мужик. Впереди баба бежит. Ээээээээээээ... А... Дám и дадут... А... Взять, пожалуйста. Джесс! Вставай! Скорее! Скорее! Боже мой, еще бы чуть-чуть. Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроют. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Там же холодно, наверное. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. Ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтоб согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Майкл, камин и уютный свет. Да. Миледи. Так, сейчас камин нужно разжигать. А, нет, смотрите, домик-то приличный. Я думал, они до того домика шли. Нет, тут-то по... Пободрее будет домик. Да будет свет, сказал Электр. Ах. И, ну даже если они рассчитали, что это медведь, да, типа, они так... Ой. Эй, что там, Жез? Что ты делаешь? Это... Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Как вообще можно успокоиться после того, как за тобой гнался медведь? Он же может ходить вокруг дома. Я бы не знаю, я бы до конца... До конца ночи не смог бы успокоиться. Пока не придет подмога. Это зайдет за уютный свет. А это кто? А, это же одна из сестер. Да, Хана. С кубком за третье место на школьных соревнованиях. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Везде почему-то их фотографии, но это их... Семейное владение было, да, получается? Имение. Семейное владение. Камасутра редактор. Том Хиттон. Ты заманал меня уже. Может хочется посмотреть на Камасутру. Вот это да! Молодцы, ребята! Так, когда один из любовников силой отжимает одно из бедер партнера между своими... Это называется объятие бедрами. Различные виды применения в духовных и физических удовольствиях в их высочайшей форме. То, что муж наиболее всего желает получить от жены или любовницы, то она должна с величайшей страстью предоставить. Вот это, кстати, true story. Многие чувственные удовольствия есть в воплощении как земной страсти, так и духовного единения. Поэтому, когда муж встает в позу под названием поднимающийся слон, жена в ответ должна принять позу, которую древнюю называли великолепный лебедь. Сложная позиция под названием Отшельник играет на лире. Часто сочетается с другой, у которой много названий. Однако, самая распространенная Цветущие Маргаритки. Красивым языком. Я, я готов к такому продвинутому. Языком написано. Ахахаха! К такому продвинутому геймплею. Когда человек целует отражение человека в зеркале или в воде, или же собственную тень на стене, это называется поцелуй клятвы. Когда женщина кладет бедро на бедро партнера, эта поза называется сплетение. Вау! Запоминайте, ребята. Может быть, когда-нибудь пригодится. Сплетение, да? Подходите к своей жене или подруге и спрашивайте. Давай сегодня попробуем сплетение. А потом поцелуй клятвы. А потом еще что-нибудь. Никакая, кстати, вживую не видел камазруту, даже в книжных магазинах. Видимо, сейчас она не очень популярна. Что, что, что вы такие пуглевые-то все? Вот дерьмо, дерьмо. Ну, что там могло быть? Спокойно. Давай. Ну, и тут больше ничего нету. А дровишки где нам тогда раздобыть? Какой смысл вообще было в эту комнату соваться? Только масло труб полистать, и все. А, вот тут, подождите. А, пробки! Пробки же еще выбило. Там, где, где энергощиток. В этой где-то стороне. К камину тоже, по-моему, по-прежнему подойти. Нет, к камину можно подойти. Оп. Звук какой-то правдоподобный. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. А, 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 а. Че, че, че? А, вот. Сказки и мифы коренных жителей Америки. Джозеф Малек. Ну, давай. Че, нельзя ее посмотреть? Так, медведица вернулась. Она в ярости. Напала на торговца, но он сумел бежать, прихватив с собой шкуры. Это увидел могучий орел. Он спикировал на торговца, бежащего по лесу, но тот отпугнул его выстрелом. Торговец приближался к опушке леса, радостно думая о том, сколько денег выручат за шкуры медвежат. Но вдруг огромное дерево упало, преградив ему путь, торговцу пришлось его обходить. И тут его настигла медведица. Великий дух остановил. Его в тот день и медведица смогла отомстить. Если прогневаешь землю, лишишься жизни, великий дух видит все. Помни об этом и будь осторожен. Уважай обычаи племени. Знати и символы коренных племен. Коренные американские племена вырезали на деревьях и рисовали на стенах особые знати и символы. Некоторые из этих символов таили в себе религиозный или мистический смысл. Другие предупреждали об опасности или даровали защиту. Третьи сообщали о хорошем месте для охоты. Многие знаки были уникальны. Их использовало только одно племя, а для прочих племен они были непонятны. Ниже представлены некоторые из символов, использовавшихся племенами Северной Америки и Канады. Ну может кстати в Колорадо, да, получается? Колорадо, по-моему. Изображение охотника хорошее место для охоты. Так, изображение охотника. Это типа лук и стрела, наверное. Изображение бабочки видение будущего. Изображение черепа заговор от злых духов. В каждой книжице почему-то всего по две странички. Пофиг нам на девчонку, да, действительно. Мы пришли, мы спаслись от медведей, мы хотим почитать Камасутру, а потом про племена. То есть вот этим и занимаемся. Понимаете, подростки этим и занимаемся. Они не хотят бухать, они хотят вот читать книги. Это хорошие подростки. Хорошие американские подростки. Испугать, показать. Давайте испугаем ее. Ну, кстати, да, это неадекватно. Это поведение. Вот, да. Вообще не умеет с оружием обращаться. Что творит? Все, мы ее точно расстроили. Вот теперь она явно не захочет. И нам придется липнуть потом к китаянке. Ну, китаянка тоже на сухой конец пойдет. Телефон потерялся. Да, блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нет? О, черт. Дура. Наверное, в снег выронила. Да. Жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Но губишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно. Ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага. Только... Как-то не хочется сейчас лезть туда. К медведю. Или кто там. Ладно. Лисичник. А еще я. Из-за тебя вся мокрая, как курица. Ясно тебе, придурок? Додумался тоже. Ну, прости меня, Джесс. Наверняка он упал в воду и теперь даже не работает. Так что, какая разница? Эй, я заглажу вино. Обещаю. Вот тут спички, скорее всего. Perhaps. Вот они, да. Доберь я уже. Не боже. Сейчас мы с тобой зашумы. Сейчас самое время поупражняться в астролу. Одна спичка. Прям как в этом. В пятом элементе. Один ноль. Я веду. Офидеть. Всем бы так кастре разжигать. Ну, браво. Просто бросила спокойно. Ну вот. Все загорелось. Чего вы еще изволите? Знаешь. А вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. А, ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Я что-то не так делаю? Да нет, нет. Я думала, ты вот такой, а ты другой. Понимаешь? То есть, ты тут не виноват. Джесс, ты мне нравишься. Просто дай мне возможность. И уж поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Что ж, я люблю, уверен. Там и правда кто-то смотрит. Мистер Хейхник. Вуаля, ставлю не закрыт. Так, на чем мы остановились? Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка. Но если говорить честно, ну я немного комплексую. Что такое думает? Блин, ну что же сделать-то, когда в такой ситуации попал? Что же сделать? Комплимент или... Не знаю. Посмотрите на его лицо. Так смешно. Ой, ну тут уже все равно, поэтому хрен с ним пускай комплименты говорят. Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да. Я стараюсь. Вот. И это суперсексуально. Правда? Конечно, очень. Попробуй найти теплое одеяло. Мы закутаемся в него, сядем у камина и выясним. Полный ты у нас дурак. Или это все-таки излечимо? Ладно. Давай. Че у меня не оттаивает одежда-то? На мой взгляд, там уже потеплее. Потеплее вроде как, получше. Но одежда. Точно. Сейчас принесу. Ну, тут же оно одеяло-то. Логично. Чего она меня торопит? Торопит-то. Какой-то плед, а не одеяло ты сейчас достаешь. Ваш заказ, мадам. Одно одеяло для леди. А где же для месье? Мне бы чего-нибудь гладкого и теплого. Что это за зрение? Что это видит? Ну, это можно устроить. Майк? Что это? Я не знаю. Ну так выясни. Быстро давай. Не знаю, чего так на расслабоне. Зашли, думали, вот тут все. Спрятались домики. Непробиваемо. Ни хрена подобного. Это ее телефон, по-моему. Да-да-да, это ее телефон. И причем он явно в воде не побывавший. Твой телефон. Что? Как это мой телефон? Я не знаю. Кто-то закинул. Писник. Не любит девчачьи музыки. Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Эй! Вы! Уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там. Нахрена вы приперлись? Что? Так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем дрохаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Истеричка. Да что ж такое? Опа! Приступаем, да. Приступили. Нормально приступили. Слышите, походу тут все-таки... Походу тут все-таки мистика. Похоже, действительно какой-то мистический налет появился. Но это не человек же явно был. Не надо давать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. Хрен его знает, короче. Хрен его... Ой-ой-ой. Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой! Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Ого, стена отъезжает! Взрыв мозга! Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Там мы вперед. Не-не-не-не-не. Ты иди. Вот, спасибо. Что-то я сейчас вообще замешаюсь. Я ничего не понимаю. К чему нас ведут? Почему везде фотографии? Это что? Это кто-то из членов семьи пытается отомстить? А кто там конкретно виноват? Они же все были виноваты. Так, я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбанных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Ханной и Бэт. И шок прямо-таки. Нет. По сути, вот, если сейчас вспомнить начало игры, никто же их не пытался убить. Он просто за ними побежал, они свалились. Они свалились и погибли. Они ж... Может, она не хотела их убивать. Вот этот Джейсон-то здешний. Хрен его знает. Хрен его знает. Забота, честность. Честность, забота, честность. Забота. Так, ну, касательно концовки, конечно, я сгадать не будем. Ну, а если тут ничего мистического нет, то убийца пока что не скажет, что прямо читается. Ну, свечкой можно управлять. Зиганул такой. Зиганул свечкой. С тайной комнатой. Гермиона, прекращай. Ассоциация, не нужную наводить. Это еще что? 8 ноября 2013-го. Доктору К.J. Сваффему. Департамент расы национальности Хаскелл-Холл-183 Амстердам-Роуд. Понятно. Дорогой доктор Сваффем, спасибо за ответ. Приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей, даже несмотря на некоторые возникающие у нас проблемы. Демографики бездомные в хозяйственных постройках. Это же родина их предков, в конце концов. Я связалась с потомками племени и собираюсь пожертвовать средства. Их совет у старейшин. Исцелить раны, нанесенные в прошлом, будет нелегко. Но мне кажется, что это необходимый шаг. С уважением, Мелинда Вашингтон на обороте опять видела этого чокнутого. В четверг, 2117, бродил возле сарая, где генератор. Я теперь буду все записывать. Это вот на обороте, да? Вот индейец. Сейчас свечкой проведем, сожжем это полотно. Так, вот этот, значит, да? О, какое страшное выражение лица. Что же, что же тут у нас? Ну, это не секретный проход. Это не должен быть секретный проход. Это просто как... Это... Это просто вход. Секундочку. Wait a second. Сейчас посмотрим. Статус. Разрешите Джошу. Честность упала, доброжелательность... Любопытство. Есть ли смысл во всех этих вот... Характеристиках? Есть ли смысл вообще? То, наверное, есть. Подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И... И... Сэм. Показалось, что ее кто-то преследовал. Так, это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, стой, стой. Какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалит здесь все дотла. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! 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 Держи! Что там? Что там? Эш! Эш! Что происходит? Пусти меня! Эш! What the fuck? Я... Сейчас... Кто это? Но это точно не один из подростков. Естественно, забрал девчонку. Ну, логично, да? Он правда на хищника похож? У него даже эти дреды такие же. Это он выслеживал... Прошлых-то, ребят. Джессику тут. О, господи. What the fuck is going on here? Да, это точно какие-то... Какие-то кошмары. Почему он молчит? Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь... И любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак... Это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. И спеши. Твой ответ очень важен. Кто больше нравится... Тут, наверное, с точностью наоборот будет все действовать. Нужно выбирать тех, кто тебе не нравится. Возьмем Джоша. Мне кажется, тут так. Возьмем Эмили. Эмили мне нравится. Вот тут сложно. Но предложим Эшли. Дальше. Джесс или Майк. Эх, ты морда хитрая. Че-то он там задумал. Сэм или Майк. Ааа. Нет, тут все запутано. И ты вы, блин, сволочь, а. Значит, еще и... Ладно, сейчас подумаем. Как тут сделать-то, чтобы выжили тот, кто мне действительно нравится. Ну, давайте Нейгу тут возьмем. Тут возьмем Нейгу. Дальше. Из этих двух... Опять возьмем Майка. Прям вообще он мне нравится. Прям не могу. Скажи, в этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Совсем не нравится. Совсем не нравится. Совсем не нравится. А почему? Только из этих, что ли, вариант? О, да. Она девка склочная. Это правда. Но что в этом такого ужасного? Может, ты ее боишься? Она ведь красивая. Волевая. К сожалению, наше время вышло. Еще увидимся. Что вот это? Это манекен у него или что? Или человек? Это манекен, по-моему. С каждым разом все страшнее и страшнее. Его комната становится. Это меня пугает. Держись! У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Блэквуд Пайнс. Заявлял, что это священная земля его предков. С. Е. С. Ты. Сестра. Спроси, чья сестра? Джош, это наверняка... Которая из сестер? Беги! Боже мой! Эш! Эй! Эх! 7 часов до рассвета что за хрень? Джессика! Господи! Господи! Джесс! Джесс! Срезы по тропе, давай по тропе В этой ешке не фейдем Черт, нет, нет! Джесс! Это же не она. Нет! или она почему не розовые стали штаны пурпурные даже обойти спрыгнуть обойти давайте спрыгнем подкачанная у нас тут совсем уже жесткий кутыр прям тайминг очень маленький скатиться тут что-то совсем уже какой-то как-то все запутано то уверен что она здесь я чуть не уверен что именно сюда утащили кто же кто же это кто же это что это за хренатеньство где она я не понял куда идти а сюда окей окей он сам так медленно спускается ел л-1 зажал такой траляль что-то не похоже что это в пещере все происходит совсем не похоже на то что-то нет господи я ничего не понимаю что происходит а вот этот вот ой 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 р-1 нажал мне то нажал ссори 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 надеюсь команда мод он пошел разбираться с обидчиком но тут их по моему несколько работает как я понял да ну прям дрейк настоящий он наверное помереть тут может надо наверно четко вообще все секуты сейчас сделать что а а а а стой щука а гоночи чью Да блин, почему я Р1-то нажимаю? Нет, нет. Слушайте, а ружьё-то всё-таки заряжено было. Одним патроном. Удобные, кстати, куты. Вот тут ничего не скажу. Очень удобный Квик Таймиланд. Правильно сделал. Слушайте, а не идёт ли он сейчас в ловушку, наверное, у смерти? Мне кажется, что этот парень сейчас просто нас в ловушку заводит. Это что такое? Какого хрена. Он, значит, девчонку забрал, этого оставил. И этого девчонку забрался. Он, походу, всех лобёнок похитить просто хочет. А потом сыграть в какую-нибудь игру. Весёло. Так. Упёр он её в ту сторону. По-моему, куда-то сюда он её упер. Может, даже на лестницу. По лестнице он её упер. Какого хрена! А, чёрт, нет! А кому тут голову размощили? Есть следы того, что кого-то волокли? Тут вообще не видно какая-то каменная, что ли, почва. Или что-то типа того. Каменная почва, нет? Нет? Не вижу. Ладно, пойдём просто по этой... Побежим по этой дороге. Может, тотемчики ещё какие-нибудь найдём. Пальцы, кстати, так до сих пор никому и не отрезало. Чего я больше всего ждал. Потому что мне вспоминается Хеви Рейн. Это... Сценка. О! У-у-у! Ну-ка, ну-ка, наводи сюда. Уже застывшая кровь. Сюда следы крови ведут. Ой-ёй-ёй. Что за хрень? Прикол. Кто это сделал? Похож на зомбака из первого резика. Очень похож. Ну, в смысле физиономии. Помните, у него там тоже бледная лысая морда. Так, найдена улика. Сюда, похоже, не обязательно было заглядывать, опять же. Такие полуиспомогательные локации. Ещё один тотем. Вот сейчас что-то интересное увидим. Сейчас мы обязаны. Это он висел там, нет? Не понял. А с этим больше ничего сделать нельзя? Только посмотреть, да? И-и-и-и. Какая жуть. Штирожа как живая. Может он это... Может он реально живой? Ну, то есть, может это реально человеческая голова? Как вы думаете? Как вы считаете? Я думаю, что всё... Всё может быть. Мы, кстати, уже очень много наиграли, но ни одной ачивки я не получил. В Хэви Рейне, наверное, за это время половина ачивок выпала. Тут ни одной ачивки, ни одного трофея, я имею ввиду. Ты сам быстрее не идёшь. Я зажимаю L1. Чё ж ты кричишь-то? Эш, Эш. Это ты. Слоу, мистер Слоу. Где-то ревёт. Где-то в этом доме. Ну, 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 Эггит. Это она ревёт или кто тут? Эш, я здесь. Эш! О, ёп. Вот зараза. Да хватит же. Помоги мне. Я иду, Эш. Ты всё время говори со мной, что произошло. Крик, он связал меня. Я связана. О. О. Ёп. Пила начинается, ребят. Привет. И спасибо, что присоединились ко мне. Да ладно? Мы проведём испытания воли. Да ладно? Эксперимент. Что тут происходит? Ну, это пила, ребят. Нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать. Но есть ещё один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. А-а-а. Батвади, Батвади, Крис. Нет. Вытащи нас отсюда. Выпусти меня отсюда, Мария. Прошу вас, успокойтесь. Всё очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасёшь. Можно же ничего не делать, наверное. Или тогда он умрёт. Чёрт, чёрт, нет. О, Боже, я не верю. Так, 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 ладно. Всё будет нормально. Дружище. Братан, погоди, остановись. Подумай. Боже мой, Крис, я не хочу умирать. Погодите, я что-то не соображу. А-а-а, о чём мне, по-моему, я не могу. Офигеть, а-а-а. Почему нельзя чё-то другое сделать, почему? Ну ладно, Эшли спасут, чё? Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу. Спасибо. Спасибо. Не надо. Это же бред, и театист не может такого быть. Крис, скажи мне, что это неправда. Я не знаю, что делать. Брат, мы с тобой столько пережили. Я не хочу сдохнуть вот так. Крис, прошу тебя, я боюсь, не дали убить нас. А если ничего не делать, я ничего не буду делать. Ну нахер. Ну нахер, я бы ничего не стал. На его месте я бы ничего не стал делать, я бы убежал нахер. Оно само выбралось. А я ничего не могу сделать, тут нельзя по-другому что-то ловить. Я сейчас тебя освобожу. Это его спас бабу из-за того, что она баба. Это логично спасать женщин, потому что... Ну просто логично. Заложено в генах так. Самки ценнее, а самцов это факт. Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош. Что, Джош? Эй! Он погиб. Что? Прямо у нас на глазах. Ты что несешь, ты? Да маньяк. Маньяк? О боже, надо убираться отсюда. Не понимаю, что случилось? Это был маньяк спилой. Либо Джош, либо Эш. Я не знаю, что делать. Бать, пойдите. Он бур спилил. Все кишки наружу. Что? О боже, Крис, ты что? Я убил его. Стой, Крис. Я убил его. Это я, блядь. Нет, бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам. Давайте успокоимся. Ладно? Надо звать на помощь, быстро. Не знаю, не знаю. Не знаю. Крис, она права. Кто знает, кто будет следующим. Не, ну вот это реально как в пиле было. Самое разумное. Приведем помощь. Ты спасаешь свою шкуру. Я не хочу принимать скоропалительных решений, которые приведут всех к гибели. Ты собери всех, а я пойду за помощью. Мэтт, да? Ну да. Да, жестко. Не, я почему-то думал, что блондинку первую замочат. Вот это вот. Оказывается, что этого пацана или... Слушайте, а может это доктор? Не, не буду на эту тему рассуждать, а там не с полярным. Не буду рассуждать, просто смотрим. Ну, здравствуй, здравствуй. По-моему, это убийца сидит. Вот тут вот точно убийца. Как мне хотелось. А кто умер? Этот... Брат этих сестер? Нет, я... Ясно. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Он в следователя превращается потихоньку. Что вам нужно? Я же хочу помочь. А это твоя игра. Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. По твоей игре тебя никак не назовешь добрым человеком. Да ладно. А ничего, сейчас тоже у них потуги сломать четвертую стену или что это? Или все-таки... Так ты и дальше собираешься таким образом развлекаться? Ты не веришь, что я тут есть? Нет, не верю. Я тут нет. А, ну конечно. Вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла. Сомневаешь? Он походу маньяк-то. Такое поведение неадекватное слегонца. Так, еще одна глава позади. Сейчас в чата спрашиваю, что может быть перерывчик сейчас сделаем? Потому что у меня уже к четырем часам подходит. Что за фигня? Думаю, минуту на десять сделать перерывчик. Но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духа. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Так, можно тут... Да, можно паузу нажать. В общем, ребят, да, действительно. Давайте сделаем перерывчик. Я тоже хочу перекусить. Конечно, будем добивать игру. Я думаю, что мы уже больше половины прошли. Ну, в среднем, говорят, за шесть часов проходят. Снова больше половины осилили. Поэтому после перерывчика... После перерывчика продолжим. Давайте десять минут перекусить или запасся чем-то, что можно пожрать. В моем случае мне нельзя запасаться чем-то съедобным. Поэтому я пошел что-нибудь, правда, перекушем. Десять минут. Десять минут перерыв. Десять минут. 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 Продолжение следует... 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 Черт. Офигеть, Брейн еще на трансляции. Я думал, что ты отдыхать уже пошел. Вообще поздновато. Офигеть, Брейн. Что это секта тут действует? Наверное, может быть, даже это индейцы эти самые. Херово знает. Пока все очень туманно. Пока рано делать какие-либо выводы. И волки воют. Это, видимо, из-за того, что я там волков страшными называл. Нет, не особо страшно. Что за чувак-то такой? Не понял. Вы видели? У него даже волосы на руке было видно. Ни хрена тут улетная детализация. Просто жесть. Так, ну, что-либо, наверное, делать тут бесполезно. Или, может, код можно подобрать какой-то? Нет? Окей. Вообще, я такого в играх вообще никогда не видел. Чтоб даже волосы на мужской руке были проделаны. Это просто... Просто какая-то феерическая детализация. Админ. А тут что? Ты смотри. Лечебника... Лечебника. Лечебница Blackwood Pines. Открытая на 1922-м. Здоровый теле, здоровый дух. Да, это мы уже видели. Где мы видели в здоровом теле здоровый дух? Это рядом с этим... С канатной дорогой, да? Да, там мы видели. Помню, помню, помню. В этой лечебнице, может быть... Кому-то не терпелось заглянуть внутрь. Может быть, и тут и будет библиотека. Что, не получается, что ли? Давай. Будь мужиком, взломай сейф. О, хорош. 30 карточек, табельно, лучок 3. А чё это тебе даст? А чё ты не забрал? Забрал бы. Может, там чё-то полезно. Или всё, только мы можем перевернуть? Ну ладно, хрен с ней. Хм-хм-хм-хм-хм. Ну тут всё давно заброшено. Прям... Прям давно-давно. Удобно сделали, что везде подсвечивается. С любого расстояния можно обнаружить какие-то важные объекты. Цифровая камера, кстати. С разбитым объективом. И чё, к чему, зачем она её посмотрела? К чему эта улика? Раз уж на то пошло. Непонятно. Морг. В той стороне. А здесь что? Ну тут адвенчура уже какая-то, ребят, начинается. Вы посмотрите, даже мелкие камушки тень правильную, корректную выбрасывают. Что-то типа Parallax Occlusion. Эффекта. Да, часто я на графончик в последнее время стал обращать внимание. Ну правда, очень красиво. Подмечаешь такие маленькие. Загадка Блэквудской горы. Нюансы. Итак, статья в газете. Альберта Пост. Или Альберта Пост, наверное, так правильно. 9 января 52-го. На горе Блэквуд совершено нападение на репортера. Блэквуд Пайнс. Альберта. Альберта. Вчера репортер из здания Альберта Пост был госпитализирован в результате нападения совершенного сотрудниками службы охраны лечебницы Блэквуд. Старший корреспондент Чак Брэйнштейн хотел провести интервью с шахтерами, спасенными в минувший вторник. Они больше трех недель провели под землей после того, как в декабре обрушилась шахта северо-западной горнодобывающей компании. И теперь этим людям, страдающим от истощения шока, оказывают помощь в лечебнице Блэквуд. Джефферсон Брэк, единоличный владелец северо-западной горнодобывающей компании лечебницы Блэквуд, сообщил пост, что он сожалеет об инциденте и что по данному факту будет проведена служебная проверка. Он также заявил, что Брэйнштейн находился на территории лечебницы без разрешения. По предварительным данным, Брэйнштейн возмутился тем, что у него конфисковали камеру, началась перепалка, затем драка. Вот мы видим, его камеру-то и нашли. То есть, вот это вот, вот эти вот, точнее, там двое или один пацан? Мне кажется, что их несколько, они, по-моему, к охране вот как раз-таки и относятся. Черт его знает, черт его знает, что тут вообще происходит. Вот это факт из головного вида. И пост, пост Альберта смущает. Пост Альберт. Альберт Лайскер. Может, тут действительно, Альберт Лайскер свою честь газетенку назвал и гоняет, устращает всех. Ой, крыска пробежала. Тут тоже что-то есть. Так. 6.01.52. Отчет номер 48. Протокол медицинского освидетельствования шахтеров. Врач доктор Н.Г.Ф. Бауэн. Медицинское заключение. Отчет о состоянии 12 шахтеров, попавших в завал при обрушении шахты в Блэквуд Пайнс и впоследствии спасенных. Состояние при поступлении. Когда в медицинский блок лечебницы поступили 12 пациентов, мы ожидали увидеть людей в состоянии крайнего истощения, страдающих от голода и помыкнения сознания. К счастью, шахтеры оказались относительно здоровы. Это можно объяснить тем, что они обнаружили в шахте запасы еды. У нескольких пожилых пациентов было диагностировано затруднение дыхания, как и ожидалось, а также симптомы пневмонии. Что касается психологического аспекта, после 23-дневного заточения под землей, некоторые из них испытывают трудности реинтеграции в общество. Хотя физическое состояние пациентов оказалось лучше, чем мы ожидали. Пребывание в шахте, несомненно, сказалось на этих людях. Курс лечения. Вследствие нестабильного состояния некоторых из пациентов, мы приняли решение закрыть крыло, а при первой возможности будет проведено психологическое обследование. Пациентам с респираторными проблемами проведена бронхоскопия и прописан курс стрептомицина. Остальных мы просто держим по 24-часовым наблюдениям, подпись доктора Николас Генри Фаулис Бауэн. Слушайте, это по-моему неспроста, вот эта вот тема с шахтерами. С шахтерами. Может, в обвале было виновно это семейство, да? Этих самых, как там. Был, забыл, забыл. Вашингтонов или кто они там были. Может быть, они мстят таким образом. Мстят детям, хрен его знают. Текс. Слушайте, это же тот, то самое мачете. Думаешь, стоит его брать? Отпечатки свои оставишь на нем. Ой, потом не отмажешься. Зачем хватаешь-то? Или ты взять его хочешь? Ну ладно. Это куда ты его так вдел? Ну ладно. Не будем придираться к мелочам. Повесил, короче. Он обладает... Знанием левитации, я считаю. Заставляет предметы парить в воздухе. Хотя, смотрите, нет. У него там специальная такая... Такой ремешок. Даже. Офигеть. Офигеть. Вот просто сэхэ какой-то начинается. Сайлент хил такой. Вот чё там прошёл. Нет, тогда туда не пойдём. Сходим сюда и посмотрим, что тут. Ещё какой-то маленький записончик. Совсем маленький. Так. Ответить незамедлительно. Репортеров и всех прочих, кто будет лезть с вопросами, не пускать ни в коем случае. Вестерн... Надо прятать от журналистов этот райский уголок. Вестерн провинц Норзерн Телекоммуникейшн НСКО Телеграма. Дальше идут какие-то непонятные коды. Гора Мадахи. Доктор Ричард Кассел. Лечебница Блэквуд. Мистеру Брэгу. Брэгу. Новости. В лечебницу прибыли 12 выживших симптомов психологической травмы. Может понадобиться изоляция. Местная пресса почуяла запах крови. У нас начинаются проблемы. Жду распоряжений. Слушайте, этот доктор-то, он, наверное, психотерапевт-то. Он, походу, здесь-то и работал. Вот сейчас потихонечку пазл начинает складываться. Может быть, этот доктор тут ходит. Бедный Йорик. Опять я знал его гораться. Нет, тут атмосфера реально соленхиловская какая-то. Там операционная. А вот здесь что за комната? Опять крыска пробегает. Нет, крыс не боишься. А, смотрите, там кресло. Какое-то. Какой-то стол с кровью. Сейчас, наверное, туда и пойдем. О, господи. Это живая рука? Черт, не надо было к этой херне подходить. Режь. Режь. Режь пальцы нахер. Там волчара. Отрезать пальцы, открыть капкан. Черт. Я не знаю, я не знаю, не знаю. Режь, режь. Хер с ним. Режь, режь пальцы. Давай, давай. О, черт. О, черт. О, черт. О, черт. Там волк. О, черт. О, черт. О, черт. О, черт. О, черт. Черт. Сука. А, ей-я-я-я-я-я. Ладно, хер с ним. С двумя пальцами можно выжить. Лежить нормально дальше. Хер знает, куда выходить. Да уж, чем дальше, тем лучше. Какой-то ты спокойный. Спокойный для человека, который только что потерял. Конечности две. И что, мне теперь еще этот гребаный пропуск надо искать. Не, ну он там в кресле вроде лежал этот пропуск, светился. Ну. Ну. Так, имя покойной Сара Смит. Дата смерти 24 февраля 52-го. Подтверждаю, что я наблюдал пациентку в период с 8 марта по 24 февраля. И последний раз видел ее живой 24 февраля 52-го. Причина смерти глубокие рваные раны в области живота. Внутри обрешены повреждения. Последующие кровопотери. Если смерть наступила в результате внешнего воздействия, насильственная смерть, также необходимо заполнить следующие графы. Несчастный случай, суицид или убийство. Убийство характер травмы рваная рана, нанесенная острым орудием, возможно ногтями. Примечание. Если известно дополнительное важное изведение, изложите ее в графе на оборотной стороне листа. Подпись доктор Энн Боуэн, адрес учебницы Блэквуд, 24 февраля 52-го. Но это возможно ее животное убило, если там ногтями. Может быть животное. А вот тут уже трупик. А вот он пропуск. Слушайте, это женщина, по-моему. Так, только посмотрим. Это, по-моему, была женщина там. Смотрите, там еще можно что-то осмотреть. Может, тут опять денег ловушка еще зажмет, он их без надея останется. Бедняжечка. Да, тут тоже какой-то... Что это, памятка какая-то или что это? А, медицинская бирка. Имя Николас Боуэн. Подверзь и нападение со стороны пациентов. Рваная рана на горле. Окей. То есть, эти шахтеры, может, там с ума сошли и начали мутить какую-то шнягу. Фиг его знает. Фиг его знает. Ну ладно. Фиг его знает. Вообще с ума сойду. Тут вот скримеров вообще нежелательно видеть. А, и вот это... Что-то типа камеры пыток? Блин, а как же эту карточку-то взять? Хер его знает. Или мы там уже были? Ай-яй-яй-яй. Я не хочу кутов. Ну ладно. Че там? Ну, псих-то понял, что ты его выслеживаешь. Ты не считаешь, что псих? Что-то их поумнее тебе будет. Ну, не то, что поумнее, предусмотрительнее, раз ты у него дома сейчас находишься, дружок. Альфач. Альфач без двух пальцев. Стоп, да. Здесь-то реально бомба. У тебя сейчас есть карточка. И ты вот куда сейчас можешь пройти. Вот это больше адвенчурный, я бы сказал, геймплей. Что, не сказать, что плохо. Это круто. Я люблю подобные отрезки в играх. Яй-яй-яй-яй-яй. Я зафейлил. Я зафейлил. Я зафейлил. Я зафейлил. Слушайте, он не напал. Да не подходи. Отступить, отступить, отступить. Мне надо к нему подходить. Тихо, дружок. Тихо. Ой, молодец. Отлично. Что тут? Что тут можно найти? Я думаю, лучше не стоит его гладить. Он еще конечности у нашего альфа-ча заберет. Вот она, заначка. А, сигар. Подождите. А, там нету больше ничего на столе. Погладь волка. Погладь волка, погладь, погладь. Да? Погладить волка? Ну ладно, давайте погладим. Сейчас попробую. Сейчас, сейчас, сейчас попробую. Ну, если он без пальцев останется, это вы, ребят, в чате виноваты. Это вы виноваты. Сейчас, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, сейчас башку наперет. Ай-яй-яй. А, нет. Хе-хе-хе, нет. Ну все, собака хоть успокоилась. То есть, мы вошли в контакты, типа, ну ладно, давай. Делай тут, че хочешь. Угу. Ну че? Давай. Здесь там не трупы. О, боже. Человеческая кость. А, что-то, что-то с костью щас надо сделать. Собаку угостить, что ли? А может это человеческое место, а? Человеческие кости, откуда ты знаешь. Дружок. Да, вот так. Да. Тихо, дружок. Тихо. Тихо. Я читаю чат, периодически. Не переживайте. Куртка Джеймса Сандерленда. С Азерленда, точнее. Не, не дотянешься. Хоу, револьвер. Ты уверен, что он заряжен? Может, попроверить надо? А туда не зайти было, в принципе, да? Да. Да. Сюда вот еще зайду. Там что-то еще есть. Как это все сопоставить-то? Ну ладно. То есть, он тут планировал даже это все, все эти нападения. Кен-то очень-очень-очень интересно, конечно, все. Я боюсь, как бы собака там на меня. Не бросил. Иди к собаке. Зачем идти к собаке? Собаке сейчас не надо идти. Мы другое совсем место нашли. Чертовски стильное местечко. Круто выглядит. Интересно, можно сейчас скрин сделать? Ну-ка, попробуй сделать скрин. Круто. Да, скрин. Продолжение следует. и куда мы идем в то место, где шахтеры типа шахтеры содержались или что по-моему по-моему, что-то вроде того нет вон там, значит, единственный проход отрабатывает камера тоже классно так называемый виртуальный оператор тоже тут поработал на все сто планы камер на самом деле очень удобные у тебя же пистолет есть ох ты, черт ну тут фиг его знает чем можно было придумать он за ними все это время следит ну ладно, верхняя станция фуникулера час 05 до рассвета получается 6 часов да, осталось? неужели он умер так? а что, если они ошиблись? что? может, надо было заглянуть в сарай чтобы убедиться? не знаю есть вещи, которые увидишь и потом никогда не разведешь да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами лучше поверим на слово смотри топор топор это хорошо ну хер, узнает если он попрет против вас то топор тебе точно не поможет либо он захотел чтобы у вас был топор ну что смотришь? ломай дверь да ты что начнем ломать дверь маньяк услышит у тебя есть идеи получше? нету а если смотри что? окно отлично, Мэтт я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду не серьезно ты туда не протиснешься здоровяк разбить дверь помочь пролезть ну давай помочь пролезть давайте отправим я не пройду но ты сможешь и как я по-твоему пропихну туда свою задницу но ты же влезала в очень тесные джинсы ага, пардон это талант пораскинь мозгами гений не пойдет начнем с того что этот маньяк наверняка сидит там под окном и ждет чтобы сделать из нас кровавую мэри так, ладно была не была сейчас да here comes the journey сейчас будет и она за дверью еще бы была вообще бы фанова а, вниз окей ломать двери это всегда весело ооо потому что вот такие двери не основательные так скажем что за бред мы же были тут пару часов назад это сделали только что что здесь вообще творится наверняка это тот чувак который добрался до Криса и Эши и Джоша он знал что это единственный путь назад не пугай меня ты посмотри где теперь вагончик но это не так уж и далеко да ты сможешь запрыгнуть я конечно крут но не настолько хотя но Мэтт если запрыгнуть ты не сможешь что делать я не знаю он тут прям все в клочья разнес думаю он прекрасно знал что делает что значит прыгнуть сейчас да у нас есть выбор прыгнуть или подождите туда сначала сходи да уж кто-то тут от души постарался тяй 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 а теперь тем более угу угу так ну что-то наверняка можно сделать я слушаю тут столько хлама ну что-то же может быть слушайте реально на этот отель и сияние похоже да типа он так же уже в горах где-то наверху стоял до него хрен да берешь хотя там не было канадной дороги смотри пожарная вышка эй магеллан может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить а очень мило не в моем вкусе больше похоже не на кровь а на краску но это наверно краска и есть а вон там че еще светится че тут светилось разговор с тобой что ли светился или че а понял ну а я что-то должен сделать тут ключ нужен типа да окей отлично без ключей не уехать так что мы опять ни с чем есть же и еще пожарная вышка помнишь на той карте ну можно попробовать может там есть радиостанция или телефон что-то должно быть да наверное нам нужна радиосвязь не согласие вернемся согласие ну ладно давайте сходим найдем радиостанцию позовем на помощь кто-то должен услышать наш сигнал надо же мэтт какой ты умный радио ты чего такая стерва между прочим дело серьезное так мэтт полегче воображал какая че теперь прямо за тобой че оно там лестницу пытается и что ты задумала пытаюсь вытащить нас отсюда тупица че-то с ней сейчас случится я чувствую а может не случится посмотри-ка что я нашла возьмем с собой то он сам кстати прыгать начнет как по волшебству спускайся мы запросто можем здесь выбраться оп и тут же характер резко поменялся да че-то у Эмили у этих характер прям на ходу меняется вот Мэтью он как бы всегда в одном состоянии это какие-то перепады совсем жесткие ну хотя тут может быть еще артеры озвучки постарались не совсем правильно озвучили некоторые моменты хотя в целом озвучка конечно прикольная мне нравится что-то не в небе пари может и не придется может найти укромное местечко затаиться переждать а утром уже будем думать что делать дальше если только не в доме прятаться он ожидает что туда мы и пойдем вот где-то спрятаться это вообще на самом деле хорошее и дождаться рассвета потому что ночью хажаться с маньяком в неизвестной местности это крайне замечательно может он вообще в принципе не позволит спрятаться не позволит вообще ничего сделать это как вариант ну я бы спрятался пусть смысл ходить еще один тотем что будет тут тотем удачи значит они забежали в дом там да хорошо забежали в дом это это что мучение хоров только что какой-то звук странный слышал тут нужно осторожнее да я бы предпочла провести вечер не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть и все да ничего нет ладно какой смысл то же сама меня сюда потащила сама же меня сюда потащила слушайте они что-то разбились по-моему эти сестренки в начале игры а может и не тут что это хераси это что за бред хераси и колени просто в тиски зажжал а это тут моется она вообще ни о чем не подозряет да молодец отдыхает музыку слушает сюрприз мауфок ее не трогает почему-то ты не в курсе да что тут уже нормально ваня так тут похоже не будет тема сисек раскрыта как в Хэви Рейне в знаменитой сцене с Мэдисон Пейдж где она там в Бургусе сперли одежду зачем маньяк спер ее одежду скажите мне что у него за щебуйная фантазия что он вообще хочет больше ничего нет она себе свечки такую такую си атмосферу создала так она босиком кстати ходит свечки вот это уже не она стопудов расставила даже ворс видно офисительно все мы определились игра офисительно красивая все определились хватит хватит вглядываться в графончик каждую ворсиночку там видно на ультрах летает на PS4 как вам шутка такая сейчас будет какой-нибудь такой охеревший скример ёб сволочи сволочи бы девелопер на скримерах уже сколько раз меня подлавливали гадеи шарики же это не они повешены хорошо как закрутила полотенце не падает сейчас если я от маньяка будет убегать она не упадет смотрите верните мою одежду мне что все выходные в полотенце теперь разгуливать значит в полотенце опа странная кнопочка ёб странная кнопка включения выключения телека какая-то большая красная обычно сейчас на сенсей все делают диван конечно тут роскошный столовая нет и здесь их нету тут телефон по-моему ну-ка ну-ка здравствуйте миссис вашингтон это снова сержант боюсь у меня плохие новости мы проверили его досье сделать ничего невозможно он на свободе у нас нет законных оснований ограничивать его перемещение я знаю это не то что вы хотели бы услышать но если что звоните конец сообщения и куда идти сюда вы на кухне что-то там готовите готовит уже из одного приготовили так это это мы видели это мы видели это да это я помню это мы все осматривали если вы хотели меня напугать радуйтесь вам удалось ну блин а ну по свечам да логично наверное где свечи расставлены туда идти надо тут уже кац куда вы все делись ого как странно эй ну ребята с меня хватит слышите меня этот ваш игнор совершенно не устраивает ааа какие ожидают большой серии меня ищешь ищи не ищи это не поможет тебе сам ты увидишь только то что я захочу а мне есть что показать открой глазки она красивая правда что она птичка купается но знает ли она что ждет ее впереди что это были последние счастливые мгновения ее жизнь зачем ты мне это показываешь зачем ты смотришь что ты чувствуешь я дам тебе десять секунд девять восемь не не надо сам сам брось вазу оп получ ну все начинается начинается обшон а а а а а перепрознуть это как как хэви рейни в этой дополнительной главе все дерьми и а а а а а спрятался бежать спрячемся 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 выключи фонарь дура выключи фонарь у зачем ты прячешься доктор примет тебя блин так нечестно получи сволочь так нечестно там все равно ты кнопку нажимал все равно бы геймпад стряхнул как понять нет ручки выбить потянуть 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 с вот это я называю напряж напряженной гиппой спасла свою задницу и полотенце не упало хотя по идее упало бы давным-давно вот это было бы неожиданно а это мы где очутились это что такое богатый подвал в этом доме спрячусь вот только сейчас я буду ровно держать о чёрт чёрт сейчас буду ровно держать очень ровно кис 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 иди сюда котёноч есть чёрт есть есть спас путь психопата наконец-то мне ачивку дали первую а вот это было совсем не по плану правда столько тщательных планов и в решающий момент тебя подвела собственная облошность говорю же у всех действий есть последствия да думаешь за эту ошибку тебя не накажут твои поступки твои слова они меняют будущее о столько работы чтобы найти корень твоих страхов а ты используешь это знание во сло твой великий страх одиночество ты обратил его против людей которых тебе просто хотелось помучить оно того стоило да ну да да но я догадывал что там и сидел этот монет нет установить хватит что я вам сделал а ты что несешь что это бред какой то надо позвать на помощь эй ребят привет Это волосы, это у него парик или что это? Она должна быть в доме. Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. Мэтт, что это? Не знаю. Олени вас прессанули на горе. Ой-ой-ой. Мэтт, сделай что-нибудь. Мэтт, сделай что-нибудь. Ммм, спокойствие. Успокойся. Подумаешь, ну, олени. Они просто рыбопуты. Нет, нет, они хотят нас убить. Так. Нет, если они не подходят, то явно не хотят вас убивать. Они чем-то, они заколдованы или что-то с ними такое. Так, подходить к ним, наверное, не стоит. Расходятся. Расходятся. Нет, они... Ну, странно, что их так много. Это, по-моему, все самцы. У них же у самцов так дорога. Особенно вот такие пышные. Не, не буду, не буду, не буду, не... Так, не спеши, все хорошо. Просто иди, не бойся. Зачем их бить, они же не нападают? Вот и все. Игра бы попыталась вести заблуждение нас. То есть, мол, давай, долбани олени. И сразу же бы хана пришла. Фух. Пошли, ну я и подумал, что, в принципе, зачем оленям-то нападать? Они просто подошли, типа, ну че, пацаны, вы тут бегаете, пацаны и девчата по лесу нашему. Давайте-ка сруливайте. Вот и все. Они не хотели причинить нам вреда. Если нам удастся с кем-то связаться... Удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем. Вернемся в дом и соберем всех. О нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Так, радио. Радиовышка где-то... А, вот она уже. Смотрите, вот тут что-то есть. Упси. А-а-а, как слепит! Это точно. Я не вижу, что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. С датчиком движения какой смысл? Он, хотя, имеет смысл, в принципе, вставить такое там же. Ну, желательно все автоматизировать. Там же не могут до хрена находиться обслуживающего персонала. Ай! Хрен его знает. Да, действительно, с датчиком. Что тут? Проломлено все. Ничего больше не вижу. Ну, окей. Или земверк. Грациозно и красиво. Азиаточка поднимается. А вот это зря ты сделал. Вот это ты зря сделал. Топор-то оставил. Зачем ты топор-то оставил? Зачем? Не, ну серьезно. Он бы мог с топором подняться. Почему нет? Просто удерживаешь его одной рукой, прижимаешь к этому. Я даже поднимался с топором по лестнице. Причем по довольно крутой. Че, Нига, ты че? Че, тоже сильно Нига. Весьма неудобно сконструированная. Лышка надо стыдить. Тут и можно, кстати, затихариться. До утрата. Так, с чем у нас тут есть? Это что? Принтер? О, наконец-то, записочка какая-нибудь. Ее так и не нашли. Подождите, а... А труп второй нашли, да? Ее... Ну ладно. Пропал человек. Вы видели эту девушку? Ханна Вашингтон. Последний раз Ханну Вашингтон видели Blackwood Pines Альберта. Между часом 30 и 2.32 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда приметы. Ханна была одета в черную футболку, темные джинсы и коричневые кожаные сапоги с пряжками. На ней не было верхней одежды. Она носит очки на правом плече. У нее татуировка. Рост 172 сантиметра, вес 50 килограмм, глаза карии, волосы каштановые. Вы ее видели? Звоните. И номер такой. Ха-ра-сё. Ну нету, если... Ханя. Давай. Питания нету. Супер. Света нет. Где-то здесь наверняка должен быть руленик. Наружишь? Фига, там ветрища. Ага, рубильник. Можно кругом обойти. Больше тут ничего нет. По-моему. Сигнальный пистоль. Оставить себе. Дать ракетницу Мэтту. Так, если мы... Так, если мы... Ладно. Нет. Ребят, как думаете? Что, оставить себе? Дать Мэтту? Сейчас уже наверняка важное решение, от которых зависит многое. Поэтому давайте у чатика что-то спрошу. Оставь себе. Остальной чат спит. Мэтту. Мэтту. Да. Ладно. Отдай Мэтту. Разделились мнения? Ладно. Ставлю себе. Выстрелить, взять с собой. Взять с собой. Все уже уснули, наверное. Просто на транслежке. То, что надо. Поехали! Что там пришло? Увидели эту девушку? Бэт Вашингтон. Последний раз Бэт Вашингтон. Увидели Блэк Вуд Пайнс. А между ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну ладно. Это не интересно. Это просто... Просто... Приметы. Нежность. Так. Так. Вот. Алло! Кто-нибудь, алло! Если вы слышите, ответьте. Нам нужна помощь. Прием, прием! Черт! Алло! О, Господи! Слава Богу, нам нужна помощь! Алло, кто-то пытается с нами связаться? Это служба лесной охраны округа. Ваш сигнал очень слабый. Говорите медленно и четко. Прием! Спасите! Пожалуйста, помогите нам! Мы застряли на Блэквадской горе! Тут маньяк! Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, помогите нам! Алло! Алло, назовите себя! Маньячина предусмотрел, сломал вам микрофон. Настойчивость. Подчинение? Что это значит? Господи, так... Это... Меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Мы на Блэквадской горе у лыжной базы. И здесь убийца. Он охотится за нами. Уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Мы сможем прислать к вам вертолеты, как только закончится буря. Прием. Что? Когда? Сколько ждать? Не раньше рассвета. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не раньше рассвета, что вы юн. Нишина себе! О боже, он здесь! Он пришел за мной! Охереть! Вот ублюдина! Вот он решил, как покончить с ними. Хватит! Замры! Эмили! Нидер, не падай! Ползи, ползи вперед! Отширь! 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 Вот твою мать! Отширь! Отширь! Мэтт, о боже, Мэтт, пожалуйста, помоги мне. Я иду, я иду. Слушай, тут все еле держится. Мэтт, сделай что-нибудь немедленно. Чего ты ждешь? Я думаю, дай подумать. Не думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда. Так, я бы ее осадил. Скажи, что со мной не так? Что? Ты же все время ко мне придираешься. Прости, я вовсе не поэтому, честно. Ладно. Я попробую добраться и вытяну тебя. Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт. Но сделай уже что-нибудь. Так, прыгнуть с постем или... Прыгнуть, 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 прыгнуть. Сейчас прыгну. Мэтт, ты чего? Я просто пытаюсь аккуратно подобраться к тебе. Придурок, вытащи меня отсюда. Ну, прыгай, че ты. Оп. Не хер с ней. Она выжила. Она выжила, мне кажется. Так бы оба погибли. Я уже научен горьким опытом, а не бы оба погибли. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И это была загрузка, судя по всему. Наверху нет? Не знаю, не видел. Наверное, сюда. Тут ее тоже нет. там вот чат меня поддержки тоже ну ее нахер че-то выяживалась выяживалась наименее приятный персонаж вот наконец-то умер кто-то кто действительно что здесь творится вообще что если я просто хочу сказать я понимаю как все это тяжело он же все-таки твой дешевле все нет я только хочу сказать спасибо что спасли жизнь эш ну а как иначе то я я должен был тебя защитить пожить и он там базаре там вниз спустился такс мы же сейчас пойдем и встречимся с м сэм сэм сэмюэль кой или как они там семми семми они звали уничтожительный ласкательный семми это еще что а это видели все хватит я совсем не хочу об этом сейчас думать крис мы ищем сэм смотрите тут какие-то постеры фильмов это интересно реальные фильмы или выдуманы для игры может там типа режиссер этот вашингтон и по хоррора там снимает тэрэ пэрэ кинотеатр видите тут постер это реально клёво сделан наверное если присмотреться тут наверно конечно пасхалки будет или отсылки к чему-то блин клёво вот я когда смотрел по домам на мтв я дико завидовал вот этим звездам ну и продолжаю завидовать естественно мне это никогда не светит потому что у них в домах своих вот кинотеатры были тут я дочитаю вообще просто фильм с эти дома свой кинотеатр классно живут некоторые что это я не понял подождите подождите тут учета светилась по моему вот здесь нет нет не померечь вот эта дверь была закрыта может паренек вперед пойдет лучше давайте сменим персонажа и ватчаут ватчаут лейди погоди ты это видел что видел о чем ты готова там прошло что-то полупрозрачное как призрак да ну я серьезно почему ты мне не веришь я же его видела какой мне смысл брать у нас просто был шок ясно твой мозг спекся мой мозг спекся я не верю даже своим глазам настоять уступить настоять я тоже видел призрак нет какой шок я видела я его точно видела ладно ладно может может и что-то и видела вот что главное не терять голову мы что с ума сходим мы искали везде сэм может быть только здесь давай лучше пойдем найдем остальных а вдруг мы нужно сэм вдруг она в беде наверняка да сэм найдите она там подвале да 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 верно верно вперед подвал давайте мне напили на паренька приключите-то блин доела мне за этих бабенок играть я представляю какой у нее шок ее друга разрезали рядом с ней она в его крови до сих пор ходит да тут может случиться сдвиг по фазе особенно у женской особи ты хватит вообще расслабиться не дают не на секунду да и что вообще за приколы да что здесь происходит я так испугалась ты на него наткнулась я кажется нет я не знаю но почему здесь стали происходить все эти странные вещи двери хлопают свечи зажигаются сами по себе и этот призрак или что это да мне кажется ты не совсем понимаешь что происходит на самом деле то есть ты ты не видел как белая фигура прошла рядом с нами нам просто мерещится ничего мне не мерещится знаешь я тоже кое-что видел я видел что случилось с джошем вот вот что меня беспокоит так она тоже и знаешь что меня беспокоит я волнуюсь за сэр что с ней случилось если здесь и правда маньяк ей тоже может угрожать смерть не говори так прошу крис пойдем нет или ты предлагаешь туда заглянуть сейчас заглянем сейчас заглянем да фигурка у нее ничего ребят я с вами в чате согласен полностью причем тут она точно пробегала ручку она разве с собой забрала по моему ведь нет по моему нет по моему или забрала вот это я забыл уже значит ту сторону пойдем что стой крис 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 призрак что ты не видел нет ты уставился в телефон отправляешь твит хэштег за нами гонится призрак эш ты успокойся какой еще призрак чей блин призрак понятное дело ты сейчас на нервах ты просто не смотришь я видел его тут призрак и он похож на хану на хану эй 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 постой что или на бет господи эш по твой ма не пришли за нами после сеанса не знаю может они пришли потому что призраков не бывает понимаешь а кто же тогда говорил с нами во время сеанса крис не знаю я Он уж больно сдержан как-то. Как-то хорошо сдержится. Чё-то я его подозревать начинаю. Хотя голос у него такой. Голос у него не особо... Не особо подходящий. Ну смотри ты, обернись, господи. Да ладно, чё, реальная мистика всё-таки будет? Ну, что тут? Кукольный домик? Смотри, 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 Крис. А, что? Через окна всё видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет. Там целая сценка с куклами. Да? Сейчас тебе что-нибудь в голову вылетит оттуда. Может лучше не трогать? Ну ладно. Такс. Смотри. А этот ключик? Говорю же, призрак помогает нам. Помогает. Так, 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 что это там у нас? Ой, мама, это как будто. Это не как будто, это мы. Спрятались и ждём Ханну год назад. Но всё точь-в-точь, я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бэт. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он всё это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Блядь! Сука! Простите, простите. Я очень испугался. Пугался. Ну, а хрена ж так пугать-то? Причём это пошло так пугать. Я ж дёрганом стану, мать вашу, за ногу. Так, сейчас успокоюсь. Так, мама решила... Мама всё-таки разрешила. Приглашение разослано. Вечеринка состоится. Только теперь ещё ждать надо. Отстой. Эш, Мэтт и Сэм уже ответили, что точно да. Майк пока молчит. О боже мой, Майк тоже согласен. Он сегодня звонил Джошу. Ура, завтра тусанём. Мне кажется, в наши дни девочки уже не ведут ни вики. А может и ведут. Что это? Звук шёл оттуда. Издеваетесь на том начале. Ну, понимаете, ну... Просто неожиданно. Они начинают о чём-то интересном говорить. Ты такой, уууу, интересно, да? Прислушиваешься. В сюжет вникаешь, идут бахтия резко чем-либо. Ну, это да, это... Это пошло, конечно, но это работает. Причём сама-то, атмосфера, она не тушит. БЛЁТЬ! СУКОО! Мы... Пусто. Но ты же видел его. Ты видел? Ну, увидел что-то. Куда он делся? Ребят, я же на стуле отъехал. Нет, я больше не буду говорить, что эта игра, мне страшно. Это песец, это песец. Я, в общем, это, я, в общем, первый небольшой хочу сделать. Это жесть, это жесть. Нужно сделать перерывку совсем небольшую. Если бы была вебка, вы бы, наверное, сейчас поржали. Я вообще чуть со стула не упал. Ладно, все, перерыв, ребят. Небольшой, я только чай себе подолью, а то холодно становится. На самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Пошли. Она в шахте лифта спряталась. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Вы много, наверное, чего упускаете. Даже человек, который видел все эти события... Ооо, это че это... Это че такое? Аккумуляторы какие-то соединенные. Нет, смотрите, че-то можно сделать. Что это нам дает? Почему-то отражено тут управление. Аккумуляторы... Нет... Нет... По-моему, тут. Да, попались в ловушку всё-таки. Так, Джоша уже нет. Эмили уже нет. Подождите, тут кого-то не достаёт. Кореянки не достаёт, да? Это действительно странно. Нет, подождите. Да, по-моему, кореянки не достаёт. Это что такое? Чёрный список? Безумие! Так, за одну секунду. Один момент, пожалуйста. Да, в чате не спойлерите, что сейчас будет, что сейчас не будет. Ничего не надо это писать. Я играю в первый раз, не надо мне говорить, вот готовься сейчас. Это всё вам в плюс не пойдёт. Должно быть прохождение чистое просто. Слепое, как говорится. Как пройду, так и пройду. Я не пытаюсь добиться какого-то наилучшего результата. Я просто делаю то, что считаю нужным. Всё, как бы я поступал в той или иной ситуации. В такой тревожной обстановке, так скажем. Какая такая? Радостная. Она ещё не знает. Ой-ёй. Ух ты. Я и забыл, что ты это поддерживала. Что ты здесь делаешь? Ааа, не виновата. Ну, да, как и все. Похоже, что тебе это нравилось. Я же не знала, что будет дальше. Это был дурацкий розыгрыш, и, наверное, зря мы его устроили. Но не я же заставила её убежать. Ну, это как посмотреть. Она сама так решила. И мы тут не виноваты. Майк. О, Крис, 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 Крис. Что это такое? Что-то я сдержался. Эш, 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 стоп, успокойся. Я не выдержу призраки. Это видео, вся эта летающая... Успокойся, Эшли, послушай меня. Почему я должна успокоиться? Я в шоке от всего этого. Подумай, это всё кто-то подстроил. Что? Подумай сама. И кто же всё это подстроил? Серьёзно? Ну, кто? Ну, не знаю. Может, тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Да, да. И у которого может быть Сэм прямо сейчас. Наверное, ты прав. Я этому не рад. Есть у меня кое-какие догадки, но ладно, не буду ничего говорить. Кажется, я догадался, в чём тут дело. Просто если это так, вдруг это спойлер. Нет, 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 не буду ничего говорить. Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но чёрт, она тяжёлая. Осторожно. Пролезай, не мог долго держать. Давай. Крис! Скорее. Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Ну, я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашёл сюда, и нам бы поторопиться. За Крисом, за Крисом, хер с ним. Ну ладно, ладно, хорошо, я иду. Слава богу. Думал, эта штука меня раздавит. Давай. Нет, по-моему, это неправильный выбор. Не совсем хороший выбор. Но, блин, оставаться там одной было бы совсем херово. Для неё. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Кто знает, что в голове у них вы типа. Ну, так он вас сжить пытается сейчас. Не ясного. Свинки выпотрошены. Наверное, одну из этих свинок, голову одной из этих свинок мы видели уже снаружи. Так, вот сейчас, может быть, она в данный момент удирает от него? Тут что? Это не Сэм. Да, это я вижу. Почему он одет, как Сэм? Не знаю. Зачем пытаться выдать манекен за Сэм? Крис, я вообще ничего не понимаю. Он же одежду забрал. Сади, сади, сади. Какой ужас. Крис! О, черт! Нет, отцепись! Ну, все, сейчас опять их где-нибудь свяжут, а давай выбирай, кто останется вживую. Черт! Попали! Эш! Эш! Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровошаный ублюдок! Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец! Теперь все пропало! Понимаешь ли, ничего не пропало! Но почему? Потому что я был счастлив! Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой! И как мне это понимать, Крис? Прости! Я должен был прямо сказать! Блин, Крис! Как-то мы отсюда выберемся! О, господи! Нет! Я тебя вытащу! Я тебя выпусту! Ну что ж, мои дорогие подопытные... О, червак, Крис! Не бойся! Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал руководнику. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эш или застрелить себя. Тот, кто останется. Будет же выбор за тобой. Не будь дурачком, Крис. О, нет! Нет, пожалуйста! Господи, нет! О, нет, хватит! Нет, пожалуйста! Нет! О, нет, нет! Черт! Че делать, ребят? Че делать? Только у чата спрашивай. Я вообще не знаю, че делать. Ой, жесть! Кого стрелять? В бабу или... или Криса? О, че делать? Все, только у вас спрашивают. Кто... Выбирайте за ним. Все, все, жду, жду, жду. Не стрелять, ничего не делать. А вдруг оба? Ну ладно, давайте. Прямо... Нет! О, господи! Нет, нет! Криса! О, нет, нет, нет! Нет, хватит! Стоп! О, нет! Я, пожалуйста! Господи, нет! О, нет, хватит! Нет! Нет! О, нет, нет! О, нет! Ни хрена сейчас геймпад так заебрел и ничего не выронил. Я зашло слишком далеко. Разве не видишь? А? Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить! А? Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Что в тебе такого особенного? А? Таких, как ты, в психушку надо. Ты соображаешь, что ты творишь? А? Что ты вообще творишь? Чудовище! Ты чудовище! Как все напряженно-то! Как все жестко! О, как странно! Эй! Ну, ребята! Эй! Сэм? О, господи! Крис, выбор за тобой. Слава богу, нам нужна помощь! Что за черт? Супавшая радиоурубка. Интересная ситуация была. Поставили мы эту одеяточку. подвал в доме. Ну, Сэм-то выжил до этой. Это и так было ясно, понятно. Только я думал, она воссоединится с друзьями. Приходится только ей далеко бегать. Может, Надежда тут найдет какое-нибудь. Как-то некомфортно за нее такую играть. Ну, открывай. Что? Что это? А, типа положить. Так. Джошуа Вашингтон. Окончательная психиатрическая экспертиза. Доктор А. Хилл. Конфиденциальная информация. Врачи. Доктор Джереми Харрис. Больница Уэллпойнт. Направление выдано после происшествия в школе. 26.04.2007. Который не вернуть, кстати. Доктор Оливер Перкис. Медцентр. Пастора Уэллпинг. Господи, какие названия. Проще бы перевели их на русский. Направление выдано 19.04.2009 после происшествия в школе. Такое-то, такое-то. Господи, что это? Что это за бред? А, вот. Давайте просто без названия будем читать. Направление выдано после дискуссии о методах лечения. Направление выдано после негативной реакции пациента на препараты. Направление выдано в связи с риском суицида. То есть, Джошуа он больной, что ли, был? Психически. История приема антидепрессантов. А, он на антидепрессантах сидел. Так, причем это до этих происшествий, да, всех с сестрами-то с его? Пациент пожаловался на усиление побочных эффектов. Головные боли, тошнота и хотел выбрать другое лекарственное средство. Дулоксетин. Пациент пожаловался на то, что лекарство больше не действует. Сообщил, что его настроение значительно ухудшилось. Амитрипикелин. Пациент начал самолечение, стал увеличивать дозы. Фенилзин. Доза 20 мг. 2 недели, каждый день. Затем 3 раза в день. Если пациент жалуется на любой из указанных ниже симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Побочные эффекты гипотензия. Затуманенное зрение. Головокружение. Бессонница. Тошнота. Диарея. Мышечные судороги. Поражение печени. Гепатит. После прекращения приема тошнота. Бессонница. Кошмары. Возбуждение. Галлюцинации. Паранойя. Агрессивное поведение. Нечеткая речь. Атаксия. Кататания. Шок. Хираси. Заключение. Пациент прибыло в сумеречном состоянии сознания. Делирии. Ярко выражены симптомы сильной депрессии. Связанные со смертью или исчезновением сестер. Так подождите. Это же было. Там был год назад. Там 2013 был. Это почему-то. Дата что ли неправильная. Не понял. Пациент помещен под наблюдение. Была рассмотрена возможность назначения электрохимиотерапии. Но данный метод был отклонен в связи с историей длительных побочных эффектов на препараты. Ономонезия. Такие сложные врачебные термины я вам скажу. Терапия, когнитивного поведения, психоанализ и другие методики не привели к улучшению. Было необходимо назначить новый курс препаратов. Пациента перевели на неселективный ИМАУ. Фенизелин. Привычная доза 60 мг. Повышенная доза необходима для купирования симптомов. После двух недель проявления симптомов уменьшилось и настроение пациента значительно улучшилось. Пациент выписан 16 мая после удовлетворительных результатов последней консультации доктор Алан Хилл. Так, Джошуа наблюдался у этого Алана Хилла, да? Это же тот самый психотерапевт. Это интересно, но он же уже мертв. Его разрезали. Мы же про Джошуа сейчас говорим. Интересно, интересно, интересно. Что тут еще у нас есть? Телефон. Телефон чей? А, вот смотрите, сообщение Джошуа. Доктор Хилл, вторник, 13 января. Доктор Хилл, Джош, привет, это Алан. Уж извини, что беспокоюсь сообщением. Дело важное. Я получил твое письмо. Не думаю, что твой план сработает. Тебе нужно это прекратить и прийти ко мне. Доктор Хилл, пожалуйста, возьмите трубку, я уже беспокоюсь. Джош, оставьте меня в покое. Доктор Хилл, ты лекарство принимаешь? У меня все нормально. Доктор Хилл, Джош, прекращай прием лекарств, не закончив курс. Это... А, прекращать прием лекарств, не закончив курс, это очень опасно. И снова Хилл, пожалуйста, позвони в мой офис и запишись на прием. Джош, Джош, ответь, пожалуйста. Джош наблюдался, значит, у него. Но... Явно не Джош, убийца. Это... Ну... Явно он не маньяк. Это я вам прямо сейчас стопудняк говорю, это не Джош. Тут вот шмотки должны быть какие-то. А, нет, нет. Не... 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 Ага, больше тут ничего нет. Вот. Или все-таки... Ну, тут Джош, да, конечно, что-то страшное мутил. В начале стрима была теория, что это девчонки все замутили, но... Если замутили, то это только одна из них, потому что погибла. Вот одна погибла что-пудово. Одна может выжила. Судя по той начальной вот этой вставочке. Такс. Это что? Ааа. Ааа, мы же спрятались. Такс. Нет, он не может быть Джошем. Он не может быть Джошем. Он сейчас с этой стороны, наверное, пойдет. Тут у нас что? Ё-моё, как все запутано-то. Подвал сраный. У него уже колено все сбиты. Ой. Сейчас зайдем, а он там. Ага. Тут же мы были совсем недавно. Ну. Бери ее. А, типа запись на себя посмотреть. Одежда. Вот сейчас мы одежду, наверное, вернем. Господи. Манекен в одежде сам. Ну, давай, забери. Забери. Что-то манекен какой-то больно реалистичный. Забери одежку-то. Тебе что, одежка не нужна? Твоя же одежка. Родите. Тут что-то в стрёмости. Майк, что ты там делаешь? Тут какой-то... Слава богу, ты нашел меня. Все хорошо. Ты как? Цела? А-а-а. Любопытство. Любопытство. Не понимаю, как ты здесь оказался. Как ты нашел меня? Тут в горах орудует маньяк. Я заметила. Он живет в каких-то катакомбах. Я был там, увидел эту решетку, а за ней тебя. Слушай, вот этот самый маньяк напал на меня. Он показал мне видео. На одном из них убивали Джоша. Его просто разрезало на куски гигантской пилой. Охренеть. Я думаю, он живет тут, внизу. И кем бы он ни был, он одержим Ханны и Бэт. Ох ты ж. Так что здесь такое происходит? Тут есть дверь. Вроде заперта. Откроешь той стороны. Может, оденешься для начала? Что-то так и будешь в полотенце до конца игры гонять. Он же где-то в этой стороне только что тусовался. Ноги грязные. Колено разбито. Тукс факен хоррабл. Ну вот, молодец, что не шумишь хотя бы. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийцев в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, ээээ... Да, эээ... Прости. Ну, ничего не показали. Так неинтересно. Ну, все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет. Хо-хо-хо. Усэм-то какая. Фигурка. Хорошая. Холостые. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. КАК? КАК? Мать вашу за ногу, как? О, Господи, Мэтт! То есть... Мэтт! О, Боже мой! Чёрт. О, Чёрт. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. это ту подождите то есть этот ублюдок этот ублюдок взял сделал как я не прям как он свою куклу то разрезал там же было так все реалистично это бред какой-то нет это просто играть я ввела просто в заблуждение из-за того что это игра а не кино да то есть если мы смотрели кино то мы бы распознали что там куклу режут да не жочет ну не знаю как то так ну окей нормальный твист ладно ладно нормальный не супер но нормально как-то ожидаемо знаете все это ожидаемо я об этой теории с вами хотел поделиться но ожидаемо давай раскачивайся подружка так Черт! 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 О, Боже! Да ты бы больше рот развивала. Не, кстати, думал, что она сто пудов умерла, а она, кажется, живехонька. Все равно я до конца твистит. Ну ладно, потом, позже раскроется, раскроется, наверное, когда что. Давайте просто играть, по-любому нам дадут ответы на все, на все вопросы. По-моему, в этой пещерке мы уже проходили, да, вот этот знакомый механизм. Но чье там было зрение, это, прибор ночного видения или тепловизор там был, кто там утащил резко. Вот это нам еще предстоит узнать. Это еще нам узнать предстоит. Инсценировал, вот Джош падла, а! Инсценировал свою смерть, вот сыщенок. А-ка. Это он у психиа- психоаналитика-находился? А-та-та. А, может и не он. Оу-у-у-у-у-у-у. Классно, кстати, тоже огонь сделан. Паркел. Что нам не сюда? Нет, нам сюда. Тут может, наверно, какая-нибудь вагонетка поехать. Поэтому, давайте слева пойдем. А, стоп. Подождите, там еще что-то наверху есть. Это те погибшие шахтеры, которые там с болезнью, с копейболью. На обороте, взрывной отряд. Готовимся к закладке динамита. Северно-западная горнодобывающая компания с декабря 51-го. Хорошо. Больше ничего там нет, походу. А тут тупик. Похоже на то. Похоже, что тупик. Похоже на то. Похоже, что тупик. Слышала, что сволочь? Ну и азиаты они такие, они живучие. Хоп. Half-Life 2 вспомнился, эпизод 2. Текс. Текс. Текс, текс, текс. Вот это что у нас? Машина для учета рабочего времени. Я на самом деле не особо разбираюсь вот в подобных подземных установках. Да и кто разбирается? Только шахтеры разбираются. Ага, вот тут тоже есть выход. Естественно, заперто. Забавно, что тут у всех дверей круглые ручки, да? Это я подметил. Подметил. Даже вот такой двери, которая, ну, должна, по идее, закрываться на щеколду тоже круглая ручка. Сейчас что-нибудь случится. Не уедет она отсюда спокойно. А что еще тут можно сделать? Ну, поискать какой-нибудь... Заюзателька Ниги. Ой, ой. Что это? А, вон, вижу, вижу, вижу. Да не плачь, не плачь. Но она, кстати, Ниги-то это припомнит вот эту вот шнягу, что он ее бросил. Она эта Ниги до конца жизни будет помнен теперь. Это еще какой-то заваленный проход. Сломанный лифт мой единственный выход. Блэквудские шахты. В этой части шахт недавно произошло обрушение несущих конструкций. Обратитесь к Штейгеру Теннеру. Ага. Да, вот тут вот, наверное, обрушение произошло вот это вот, наверное. Нет, туда потом еле там вылезли. И еще один тотем. Что он нам покажет? Тотем смерти. Ее могут убить, короче. Ее могут убить выстрелом прямо в глаз. Вот это жутко. Ну ладно. Постараемся, наверное, все-таки сделать так, чтобы она лужила. Ну не знаю. Зависит от ситуации, что там предстоит нам делать. Потому смерти они, в принципе, не так часто встречаются, да? А-а-а! А-а-а-а! Черт! А-а-а! Черт побери! А-а-а! Псю куда-то в говно улетела. Ну, ведется ехать типичная женщина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кучи трупов. Интересно, это трупы шахтеров или... Трупы просто ужас. Джёща. Чё-то он знает. Между тем мы уже 6 часов играем. А игра-то не закончилась. В среднем 6 часов она проходится. Ну, это в среднем. Наверное, если всё быстро рассматривать. Может, ещё на час геймплей осталось. Может, больше. Но будем уже добивать. После 6 часов игры мы будем уже добивать. Все, кто устали, ребята, отправляйтесь спать. Запись обязательно будет. И будет выложена обязательно на YouTube. Поэтому, если уже не втерпёшь, идите не мучайте себя. Не-не-не-не-не. А можно отменить? Блин, я хотел там осмотреть. Я хотел там осмотреть. Я не думал, что ты тут... Ну, ладно, хер с тобой. Полез. Дотянутся. Да, то есть Идите отдыхайте, а те, кто Решили со мной дожить до рассвета Давайте доживём всё-таки Я вот реально, у меня скоро рассвет Ну не скоро Но писать, да, наверное, будет Блин, там внизу Что-то можно было смотреть Вот я думал, это тоже Объект, который смотреть надо Это, оказывается, всё, это надо лезть Вот это недоработка геймдизайна Я считаю откровенная Ну ладно, при повторном При реплее более Тщательно буду локацию осматривать Но не знаю, как скоро я буду реплеить эту игру Я скорее всего Сегодня после прохождения её удалю Потому что она занимает место на диске Просто адово, на 60 гигов есть Ну давай ты уже Взрываются какие-то породы Каменная Бери факел Бери, бери, бери О боже, наконец-то что-то работает Бери, бери, бери Продолжение следует... Так, спишут, пишут, что тут еще дохера играть, ты меня немножко шарашил, ну ладно, не будем расстраиваться, все равно придется добивать, ну чего уж там оставлять полтора-два часа после того, как отстримил шесть, нет, нет, будем добивать. И эти блуждания по пещерам мне уже надоели, давайте, мне больше интересует, что там наверху с пацанами происходит, а не что с этой азиаточкой творится тут в подземельях. Ну и что, там аж две точки, которые остановить можно, ты тут ничего не сделаешь. Ну вот это, вот это реально локации, локации фильма «Спуск». Еще бассейна с кровью не хватает подземного, и будет вообще круто. Побежала, побежала. Ой, что-то я сомневаюсь, что тут сберешься без снаряжения. Ну, хоть Тейлсом, это уже радует. Так-с. Снаряжение нам нужно альпинистское. Опять ее фотка. Везде ее фотки. А ты когда себе сделаешь бэд? В смысле? В смысле, что она должна сделать? Они, кстати, не являются вроде как коллектаблами мыть не собираем. А может и являются. Чисто после осмотра. Ну, ну, ну. Вижу точку тут активно. А, вот это вот активно. 0-2-0-2. Что это значит? Слушайте, а не сюда ли, девчонки-то, провалились? Хана и Бетта в начале игры. Не сюда ли они провалились? Походу, что сюда. Ее очки. Точно, точно, точно. А это что за объект? И половина той таблички сверху. Да. Вот где, короче, их олени прессовали. Это вот пещера. Это вот падаешь, короче, с этой горы. Если ты отсюда свалишься, оттуда свалишься, свалишься сюда. Вот что я понял. Что это мне дает? Ни хрена мне это не дает. Это знание. Так, подождите. Вот, смотрите, вот мы отсюда... Да, мы отсюда зашли. Значит, мы не ходили вон туда и вон. Спрашивают насчет фильма спуск. Стоит обязательно его поставить очень клевый. Но только первую часть, вторую не смотри. Просто ни в коем случае. Первая часть крутая, вторая часть все портит. Стоит вот так. Нет. О господи. То есть, ее тут похоронили? Да? Не-не-не, не поднимай ее больше. НЕ ПОДНИМАЙ! А с этой стороны мы что-то пытались достать, не мне. А с этой стороны мы что-то пытались достать. Стоит. О господи! О, мамочки! Охренеть! Чего ты там охренеть? Чего ты там испугалась? О-о-о-о! Опять! Опять склеймер! О, Боже! О, Боже! Бет! О, Господи! Нет! Нет! Это Бет? Ты думаешь, что это Бет? Ну, вот, вполне нужно будет, кстати. Давайте посмотрим. О, Бет! Или это все-таки маньякен? Или это Бет? Я просто в шоке. То есть, это Джошуа тут угорал, что ли? По всей этой теме. Ни черта не боже. Кулончик. Ага, вот все с крички. Так, секунду. Давайте сейчас просто чекнем по быстренькому. Статус. Нет. Статус, да. Текущее задание. Найдите лифт, чтобы выбраться из шахты. Доброжелательно. Смотрите, у нее резко упало. Это после того, как книга ее предал. Да, она и в принципе, по-моему, изначально у нее... У нее добра-то не так уж и много было. Тут мы ходили. Или нет? Да, тут ее на гробе. А куда дальше? Тут тупик, ребят. Мне ничего не дало исследования. Ничего не понимаю. Ничего. Лезть бесполезно. Это мы осмотрели. Фоточку мы осмотрели. Все осмотрели. Только разве что возвращаться таким вот образом. Или может я там что-нибудь досмотрел. Не, ну вот проход, да. Что вот тут еще мерцает? Что? Что? Что это? Ну. Как-то туда дойти. А, подождите. Вот тут еще что-то. Вот тут что-то сверкало, я видел. Я видел, тут что-то сверкало. Тут ее... Тело. Ну, может быть, манекен. Хер его знает. То есть, что мы так и... Не решили. И не выяснили. Вот. Вот сейчас, наверное, правильно иду. Perhaps. А, ну да. Все. 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 Выбрались. Супер. Еще и много полезного выяснили. Не то, что полезного, важного. Много выяснили. Давай, давай, давай. Поехали. Ну, давай, давай! Нет! Что это еще? Господи, только не сюда. Я же сам замер. Что это за огнеметчик? Фьюри? Молодой Фьюри. Оп. Оп. Нет, там не огнеметчик. Там должен был с огнестрелом быть, пацан. Давай, 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 давай. Блин. Не то, не то. Да не то же. Спрятаться, повернуть назад. Спрятаться. Блин. Хотя хер с ней, но все равно обидно. Джош. Ха-ха-ха-ха. Джош. Ха-ха-ха-ха. Джош. Очень хорошо. Ха-ха-ха. Вы правильно догадались. После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо. Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. То он так там селил. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы. К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться? Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, тебя очень учтены. Все возможности использовали. Это такое наслаждение управлять вами куколами с такими предсказуемыми реакциями. И кровище. Кровище, море крови, футафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет, нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои роды? Пиздец. Уж вы это все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Так он же без пальцев остался. Ну, какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте. Вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровище. Море кровищи. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла! И ты за это заплатишь, мать! А он не знал про Джессику. Значит, все не так просто. Ребята, вы чего? Вы чего делаете? Может, хватит, а? Заткнись! Крис! Братан! Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Да вы чего? Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Ты убийца гребаный. Майк, поверь мне. Я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул. По делам. Ты не в себе охренел. Ты вообще не понимаешь, что наделал. Я целитель, ясно? Я объединяю людей! Не то, что вы, уроды. Успокойся. Не, а Джессику-то что-то не тоже утащила. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты... Закрой рот! Ты... А! Чувак! А! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что? Слегка, слегка ударился? Ну, прости, прости, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль, что Джессика пострадала, но я клянусь. Клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Ммм... 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 Ты знаешь, все-таки тут что-то не так. Смеешься? Просто не знаю, мне как-то сложно поверить, что он реально убил Джессику. Я видел, что он с ней сделал. Своими глазами. Вот! Вот! Вот ее кровь! Может, давайте жить дружно? Хе-хе-хе... А-а-а... Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так, не так. Все должно быть совсем по-другому. Устроили травлю! С... Слушайте! Ну почему вы так со мной поступаете? Все равно... У вас... Кишка тонка! Вы ни на что не способны, слабаки! А-а-а... 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 Ладно, уж кто бы говорил-то, трус! Ага, я способен. Вы поверили в созданную мной реальность. Ну он все-таки... Я показал вот те стороны, которые вы от себя скрывали. Сидел на антидепрессантах. Ты лгал, жестоко издевался над нами и при этом сам отсиживался в кустах. Ты жалкий трус, Джош, вот и все. А-а-а... 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 Значит, связываете меня, да? Не дергайся! Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай! Ну немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А-а-а... Не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. В пластиковых стежках все свалено. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мелит? Смотреть против. Раньше такое было. Нет, по крайней мере, я не слышал. Все тупые. Тупые, тупые, тупые. Крис и Эш. Крис тупица, Эш дура дурый. Что? Что ты сказал? Что ты болван, болван? Да что с тобой? А-а-а, Эшли. А-а-а. Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу! Я даже не мечтал, что могу тебе понравиться. Хватит! Знакомый звук? Это твои не случившиеся поцелуи с Эшли, сыкло? Хватит! Да. Знаешь, пусть лучше Эшли спит с Майком. У этого есть зарубки на прикладе. Так? Уж он-то точно мужик! А ты просто ничтожество! Я ему башку снесу! Не слушай его! Ни к чему! Эй, Майк! Майк, Майк! Майк, Майк, Майк! Майк! Что? Что случилось с Джесс, Майк? Ты знаешь, что? Нет. Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Ть, дебил. Ну, то есть, я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Разоружить Майк. Обалдел! Что? Думал, я выстрелю? Не знаю. Да ладно, Крис! Ты же меня знаешь! Да, Крис! Ну, ты же меня знаешь! А, ясно. В следующий раз ты хоть предупреждай, ладно? Бедолаги! Даже в плохого хорошего полицейского сыграть не могут! Куда вам против спеца? Иди-ка ты в дом. Проследи, чтоб все было нормально. А я побуду с этим психом. О-о-о-о! Эй, может, закажем пиццу? Майк, ты уверен? Хм, они там наверно с ума сходят. Ты прав. Увидимся утром. Все-таки он не фрейзер, а напоминает брендона фрейзера. Которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет! Их больше нет! Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мать! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О боже! О господи, Мэтт! Такс, вот он ее сейчас спалит. Но у него огнемет. Кто он вообще такой? Это что за? Это что он ей спросил? О, черт! Это нормальный парень? Охренеть! Вы видели? Там какой-то монстрячник был. Это сигнальная. Да, сигнальная. Ракетка. Нет, это флайер. Флайер. Что там был за монстрячка? Там был монстр, реально. Это, наверное, тот монстр, который и Джессику упер. Этот огнеметчик против него пошел сразу. Че тут происходит? Ох! Слушайте, походу, огнеметчик! Это этот... Этот самый... Психотерапевт! Во! Вот че я думаю. Такс... Тут у нас что? Давай. В этой части шахт недавно произошло обрушение. Понятно. Это мы уже видели. А то что? А, тут чисто спрыгнуть, да? Как всегда, я не посмотрел. Кут. Как всегда, куты я не смотрю, прежде чем нажимать их. Молодец в чем. Может, опять там... Че-нибудь очень важное пропустил. Ну, что там за монстрячка-то бегала? Там вообще какой-то... Какой-то жуткий... Так, это тотем. Это белый, да? Это... Тотем... Тотем удачи, да. Тотем непонятно что-то произошло. Он не стал по кому-то стрелять. Шахта это какой-то странный затянутый этап. Честно, не знаю. Как-то он выбивает из общего конвета. Ну, путешествия в одиночку. По этим... Ну, не сказать, что они копипаста, но... Все равно одного этапа в шахтах достаточно было бы. Потом тут все бродим и бродим. Хотя, если сейчас монстрячка за нами начнет гоняться, то это, может быть, будет даже фаново. Так, надо идти туда. Черт! Не, реально монстрила. Не, реально монстрила. Ай-яй-яй, вот тут путевы вообще сложные. Пизец! А-а-а, налево, налево, налево. Ну? Давай, работай, моя хорошая. О-о-о-о! Я работаю. А, нет, работает. Вдох. О-о-о! 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 Трэнд-хилл, даунпура, там такие монстры. Помните, они по потолку бегали? Очень похоже на них. Там тоже в шахте еще был этап, они там нападали. О-о-о! О-о-о! Черт! О-о-о! Поздать! Успел, но пошли мне. Успел, где-то так. А-а-а! А-а-а! О-о-о! А-а-а! Ну давай. Пыльц просто в нуле украли. Остаться, спрыгнуть. А-а-а! А-а-а! так смотрите не зря я это давай 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 не зря я пистолет это и оставил черт зафейлился все она ей походу впервые купон зафейлил А может и нет. Ой-ой-ой. Как? Как все сложно. Как все запутано, точнее, тут. Черт, что еще? Откройте, откройте! Открывай скорее! Запри дверь, боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как ты цела? Эм, ты цела? У тебя лица нет? Там было что-то. Где Мэтт? Давай, садись, садись. Там что-то разделились? Там монстр-монстр! Стой, стой! Аааа, замешательство. Какой еще монстр? Я говорю, там что-то есть. Слушай, успокойся, это Джош, это все Джош. Нет, нет, послушайте. Вы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Что произошло? Эм, расскажи, что там случилось. Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку. А она рухнула. Просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой, в какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей. И когда вышка упала, мы провалились туда, прямо в них. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Я шла под землей в шахте. Там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бетт. Стоп, что? Я нашла голову Бетт. Господи, да это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна, она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте, без еды и воды, пока ее все искали. О, боже. Кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. М, ты вернулась? О, господи, Майк. А где мы? Мы пока не знаем. Еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили, М. Опа. Это еще кто? Джош. Джесс. Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо. А кто это может быть? О. Ныга? А нет, огнеметчик. А-а-а. А-а-а. Но он нормальный, я открою дверь. Он же нормальный. Открываю дверь. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолета, открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Не стреляй, только сразу. Не, мол, не прав. Это кто-то другой. Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой корее. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Вот Вашингтоны удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтон здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какой нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот. Я же говорил. Он преступник. Сто пудов. Тссс. Тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? Как все совпало. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет. Не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет. Я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг. И я его подвел. Нет. Это он тебя подвел. И всех нас тоже. Плевать. Я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Идти одному в самоубийство. Ладно. Остальные идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Так этого тоже мужика-то с собой возьмите. Стоится мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет. Я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно. А... Да. Понятно. Иди за мной. И делай так, как я скажу. Реально добрый Фьюри. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне. Знаю. Крис. Береги себя. Какой-то странный твист. Я скоро вернусь. Тут все таки... Окей, монстр, монстр. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен. И делай, как я. Не, вообще, я думал, что все жизненно окажется, а не опять индийское. Это, знаете, это... Это, в принципе, это как этот Стивен Кинг, да? Вот он тоже все этим оправдывал. Вот эти вот индийские какие-то обряды. Вот это вот все с индейцами связано, что их там вырезали. Вот вам наказание. Не знаю. Я думал, что тут, ну, не будет чертовщины. Честно говоря, вот это вот мне совсем не понравилось. Вот этот шаг. Как-то... Как-то совсем... Как-то совсем в минус. Ладно, делаю... Последний перерыв 3 минутки. Буквально 3, может быть, даже 2. Последний перерыв перед финалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Это голум какой-то! Нет, но тут чисто по кутам зафейлился! По кутам зафейлился! О, черт! Но он пал смертью храбро! Соберись! Соберись, Эш! Ну, хоть покушает! Хоть покушает нормально! Майк, Эш, слава богу! Что такое, Эш? Все, все очень плохо! Что? Да почему? Майк, где Крис? О, нет! О, господи, Эш! Его нет! Был с нами, и... Это... Такой кошмар, Эшли! А дядька тот где? Не видел, наверное... Тоже погиб! О, Боже! Так, еще дверь есть? Нет! Точно? Что ты ищешь? Другой выход! Майк, пожалуйста, не надо ничего искать! Будет лучше остаться здесь до рассвета! Здесь хотя бы безопасно! О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут! Утром! Ты уверена? Так оно и будет! Правда, Эм? Ну... Да... Наверное... Как хотите! Я пошел! Майк, слушай, ключа от фуникулера нет! Джош! Его забрал Джош! Джош! Еще одна шуточка! Хм... Класс! Если этот монстр утащил Джоша, то... Все, нам крышка! Не знаю, Майк, может быть... Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи! По-моему, этот монстр там живет и... Хм... Эм? Что? Хрен с ним! Я достану ключ! Прямо из логова этой твари! А потом мы свалим отсюда! Что это такое, Эм? Сумка того мужика! Там карта? Он ко всему подготовился! Не совсем! Что это за место? Охренеть! Что? В чем дело? Я был там! Это жуть! Вот там? Кое-кто выжил, но пятнадцать человек погибло! И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну! Я нашел чертежи! Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли! Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбаной горы! Просто... Это странно! Везде чертовщина какая-то! Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел! Я видела это внизу! Думаю, там он живет! Блин! Черт! Знаете, что делать? Да! Ждите здесь! Ясно? Выходить нельзя! Я скоро вернусь! Я думала, он сумеет нам помочь! Кто? Тот дядька? Теперь нам конец! Нет! Это значит, что нельзя раскисать! Мы и сами справимся! Я не уверена! Так, ну тут, на самом деле, какой-то странный и сложный кут был! Ну, честно говоря... Он же ненормальный! Честно говоря, я... Вообще был удивлен, что до этого момента у меня так все хорошо получалось! Потому что при первом прохождении того же Хеви Рейна я, ну, терял практически всех! Даже этого у меня садили в тюрьму главного героя Этана Марса! Поэтому... Я удивлен, что у меня был такой хороший результат! Поэтому не надо тут мне сейчас бомбить в комментариях! Все нормально, все нормально! Как получилось, так получилось! Я не сказал! Я не написал в описании этого стрима, что будет все идеально пройдено! Это мое первое прохождение слепое! Все нормально! Немногие осмеливаются охотиться на Вендиго! Я единственный, кому удалось их обуздать! Услышав... Услышь мои слова! Не то тебе грозит смерть! И после тебя погибнут еще многие! Вендиго не должен вырваться на свободу! Вендиго порождение каннибализма! Когда человек отчаивается! Когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы! Когда его много дней мучает голод! Вот тогда в него вселяется дух Вендиго! Даже сильный человек против него беззащитен! Он будет убивать без пощады зачастую как раз своих бывших спутников! Он будет пожрать сырое мясо трупов! Я видел такое своими глазами много лет назад! Жажда человеческого мяса, которую ничем не утолите! Начинается превращение! Сперва меняются глаза, становятся белые как молоко! Потом зубы удлиняются подобно клыкам! Чудовище растет и кости растягивают кожу! Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри! Их шаманы рассказывают легенды о высоком существе, рожденном во льду! Племя с уважением относилось к этой горе и жившим на ней зверям! Кри почитали эту гору как святыню! И всех здешних зверей они тоже считали священными! Кри верили, что того, кто убьет животное на этой горе, постигнет несчастье! Поэтому они охотились в других местах! Вот на 1893 году на гору прибыли шахтеры! Они обнаружили здесь залежи олова! А позднее следовые... Количество радия... Следовые... Не знаю, как правильно прочесть! Они прорубили шахту в самую глубь священной горы! Кри говорят, гора взвылла от боли и на волю вырвался злой дух! Глаза Виндиго меняются! Его зрение затуманено, но движущиеся предметы он видит необыкновенно быстро! Его зрение затуманено, но на движущиеся предметы он видит необыкновенно быстро! Он охотник, как ястреб! Тех же, кто стоит на месте, он не видит! Если не шевелится, Виндиго тебя не заметит! Кожа и мышцы Виндиго тверды как броня Он не чувствует боли, его нельзя изрубить Нельзя зарезать Пули не пробивают кожу, хотя заряд дроби ненадолго его отпугнет Виндиго когда-то был человеком, поэтому он знает как на нас охотиться Он умеет подражать жертве Тебя спасет только бдительность Я убил шестерых Виндиго, ножи и пули против них бесполезны Нужно сжечь их огнем Огонь лучше оружия, пламя окутывает, их сжигает кожу и они слабеют Но только не убивай их Убийство это крайняя мера После смерти двух Виндиго вырывается из тела Я запер их, поймал в силке, а потом сжег огнем Чтобы загнать в клетки приманкой были человеческие кости Которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся Одного за другим я изловил всех, кто рыскал по этой горе Жесть какая То есть он не один, да? Так, существует защита, шаманы знают ритуалы Я нашел на горе артефакты индейцев и скопировал их тотемы Связки трав и перьев Я смастерил копии, я их испытал на открытой местности Они работают, они отпудивают Виндиго Не всегда, но этого хватает Но в помещениях от них толку нет В легендах племени Кри говорится, что Виндиго вырастает из укуса другого Виндиго Но укус безвреден Меня кусали, но я остался прежним Единственный способ Это съесть мясо человека По-другому это не происходит Такие дела О нет, 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 нет Что? Что там написано? Дай посмотреть Черт Нет, нет, нет Нам нужно к майку Срочно Эх ты, Джошуа Зря ты меня не слушал Это по твоей вине погибли люди Даже не знаю, что хуже Своими активными действиями Обречь кого-то на гибель Или позволить трагедии случиться Потому что тебе лень было пошевелиться Помочь другому Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать Пальцем не шевельнул Тебя сковал страх за самого себя И ты наплевал на истинную угрозу Ты думаешь только о себе, Джош Всегда только о себе Твоя игра закончилась очень плохо И твои друзья, как и твои сестры Тебя бросили Ты один Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества? Да? Ну это он с ума сходит, как я понял Ну пускай, говорит, я не виновен О, ну разумеется Они же были твои друзья А ты обманул их Заставил их пережить настоящий кошмар Это была игра Просто игра? Но эта игра погрузила тебя в один из твоих величайших страхов, Джошуа Страх одиночества Майк, Эш, слава богу Что такое, Эш? Все Все очень плохо Нет Господи, черт Такой кошмар, Эшли А дядька тот где? Не видел, наверное Стой Не двигайся Твою мать Какого... Что ты ищешь? Другой выход Майк, слушай, ключа от фуникулера нет Джош Его забрал Джош Что это такое? Может он забрал Джоша в шахту? Блин, черт, черт Что делать, знаете? Ясно? Выходить нельзя Я скоро вернусь Так, так, так Хм Карма Карма Кому только карма Джошу Да, наверное, только Джошу А может быть его На него в принципе Виндига не нападает Раз он тут так все Круто замутил Может они реально На него не нападают? Мне почему-то кажется Что да Ну посмотрим Финал я так подозреваю Совсем-совсем близок Так, ну тут Не за чем ходить Не вижу никаких Светящихся объектов Там же волчок Еще был По-моему Интересно Волчок нам поможет? Волчок был другом Это в огнемечке Но я был удивлен То есть он там Разрабатывал против них Тактику То есть знал как действовать И так Просто Его убили Как-то я не знаю Как он выживал Он научился на них Охотиться И как-то слишком Просто его убили Обалдеть Все, он был научен Таким вот Опытом Он должен Он должен был Как-то жестче Вообще Среагировать Так С этого мы все Осматривали Больше тут идти В принципе Некуда Он вообще вооружен Джош Ой Не Джош Джош Это убили Ну или кацанули Или чья там кровь была Может быть Не у крови была Хрен его знает Сейчас короче Разберемся Можно спрыгнуть Сейчас Обрез Не куча патронов Смотрите Сколько патронов Обалдеть Теперь найти виллы И собрать толпу Годится Побольше бы патронов Взял Или все Достаточно Evil Dead Сейчас начнется Так Куда дальше Тут перекрыто было Все Там тоже Не пройти Может быть Сюда Ладно Ребята Не замки Простреливать В этой игре Привет Рад меня видеть Да Привет Я тебе очень рад Ну ты Хороший Ладно Друг Пошли со мной Ну Значит так Я посмотрел На карту И Знаю куда идти Вот здесь Должен быть Проход в шахту Через психиатрическое отделение Какой-то У волка Мы же найдем У волка Какой-то вид Я абсолютно Страна Что-то глаза у него Немного безумные Молодец Он типа понял Все Да Ну ладно Понял так Понял Господи Ладно Дружок Успокойся Я так не могу Волчок Похоже Я тут застрял Так и будешь Все двери Простреливать Дружочек Ну Класс Видал? Кое-чего я могу А дружок? Только волк Какой-то более Более крутой Более удобный Маршрут По-моему Нашел Так Что теперь вниз? Походу вниз Вообще Сейчас спустимся В кое-нибудь Чистилище Не знаю Это ж черт Ах ты тварь Охренеть А что же я тут Ввязался Кстати Кстати Мы собаку-то Человеческой костью Тогда накормили Видимо Или все-таки Свиной Так я только С этим Не разобрался Только с этим Вон Это херь Ползет Я вот вспоминаю Но в фильмах Было такое То есть Изначально Ты думаешь Про одно Я имею ввиду Таких Полутрашовых Ужастиках Ужастиках На Ну для подростков Да правильно Так наверное Можно выразиться И Тут просто На самом деле Наборы штампов И даже Такой вид Монстрил Даже В фильмах Встречался Не скажу Что Какие-то Прям Уникальные Идеи Прям Уж Совсем Уникальные Преуникальные Но я Честно говоря Большего Ожидал От сюжета Нет Все хорошо Игра Интересная Прикольная Но Че-то Я Большего Ожидал Почему-то Че это Получай Получай Они голову Отрубают Не увидел Я Че-то У них Лезвие Да Стоп Тебя А У них Кнопки Острый Давай Вылезай Отвали Ага У меня Мачете Еще Было Ну 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 Давай Вспомнил Про Мачете Хороший Песик Это Еще Что Это Че Джош Палишься Или Не Палишься Твою Мать А Нет Все Таки Это Не Джош Какая Это У него Другая Одежонка У меня Уже Рефлексы Не те Ребят Я Уже Играю Больше Семи Часов Где Ты Черт Какого Что Что Где Это Кончится Господи Огнем Это Кошмар Ладно А Это Вот Он Где И Загнал По Очереди Меня Хватит На Всех Я Нашал Он Даже Не Перезаряжает Обрез Ладно Охренеть 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 Это Весело Без ушей Кровь Только Не Пошла Охренеть Охренеть Так Ну сейчас красная бочка Я сказал, что красная бочка всех спасет Ух, жесть Я вообще уже вырубаюсь На 6 часов игра, да? На 6 часов Точно, на 6 часов Мне кажется, он даже патронов столько не взял, что он столько отстреливался По мелочам не заморачивались все-таки Особо не заморачиваюсь по мелочам Че ж мы там в конце-то встретим Этого Мрачного пути Барикада, барикада, барикада Я думал, собака уже давно отстала Мы с тобой еще увидимся Думаю, что нет Ну по нему тут, потому что я не вижу, что вот это самое Ну по нему тут, потому что я не вижу, что вот это самое Надеюсь, я правильно здесь сделал Ну а как там иначе? Там бочки далеко слишком были И подумал, что вначале в него поймут Про Сэм-то я совсем забыл А, это не Сэм, это Джесс Черт Йоу, она жива? А почему они ее оставили в живых? Такс Странно, что нам ее дают Может за нее достаточно наигрались Я думал, что все-таки нам под конец Может быть еще не конец Думал, все-таки Сэм дадут За нее последний промежуток Пробежать Шикольно, кстати Интересно тут камеру сделали Черт Наверное, Майк за собой закрыл Придется искать другой вход Стоп, эй, а может сюда? Куда ты в канализацию пролезли? Может попробуем? Ну, другого выбора у нас Похоже нет Ладно Боже Честно говоря Мне совершенно не хочется туда лезть Ну, кто первый? После вас Хеверейн даже, по-моему, короче по времени Серьезно Хеверейн гораздо короче, чем эта игра По этому тоннелю можно пройти в лечебницу? Конечно Куда еще, по-твоему? Довольно продолжительное Выдалось у нас кино Ну? Ну? Люк надо закрыть, да? А? Ну а вдруг нас преследуют? Да, ладно, закрывай и пошли скорее. Ты тогда догоняй, ладно? Зачем закрывать? Не, пойдем, пойдем, бросает. Не надо закрывать. Это, я думаю, наоборот нам помешает. А вы куда ушли-то, девочки? Сюда? А, нет, сюда не пройти, в принципе, хорошо. Так, Мультистрон, действительно интересный вопрос. А где же Нига? Имени которого я уже не помню. Это очень интересно, где Мультистрон. Эй! Кто там? Слышишь? Джессика? Это ты? Так, догнать, выяснить. Выясним. Мне кажется, что там Джессика. Это невозможно. Джессика. Джессика, это ты? Что это? О, Боже. Нет, 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 нет. 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 Там она, разве? Ну. О, черт. Еще один минус. Ну, ладно. Там голову коллекционирует. Ну, тут уже, ребят, тут нужно было знать. Идти проверять, не идти проверять. Просто нужно было... Тут уже тупо надо знать. Тут на перепрохождение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Не знаю, может ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов? Ты меня не слушаешь, и всё как-то уже очень... Тупо. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь, но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один, ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже. Дыши глубже. Что? Нет. Нет, 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 нет. 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 Нет, нет. Нет, 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 не надо. Только не это. Уйдите. Уйдите. А-а-а! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Еще не. Вас нет. Заткнитесь! А-а-а! А-а-а! Нет, вас нет! Я еще не готова. Ты нами манипулировал. Ты просто друг. А-а-а! Мне же так понравится. Когда все хорошо будет, будет готово. Я не буду вас слушать. И что ты чувствуешь мне приказывать? Я больше не буду вас слушать. Время, Джошуа. Не стекло. Ладно. Ладно. Я верю вам. Я верю вам. Я вам верю. За Джошуа последний этап. Ну, ладно. Первый раз, по-моему, нам дают. Джошуа! Нет, нет, нет. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет, нет. Нет, 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 нет. Только не это. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое! Сгидь! Почему ты не нашел нас, Джош? Почему оставил умирать? Не хотел вашей смерти. Клянусь. Нет! 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 Я не буду вас слушаться! Ты этого хочешь? Нет! Нет! Черт. Зачем вы это делаете? Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джош? Вас нет! Ты хотел нашей смерти. Миками бы понравилось это все, но жесть. Ребят, жесть. Просто мрак. Это у него в башке все. Может, шахтер? Или кто-то из сотрудников лечебницы. Там такая хренатень творилась, что меня бы это даже не удивило. Какая хренатень? Кто-то ловил виндиго, связывал и держал живыми. У Джошуа же ключ, по сути, ключ от фуникулера и нужно на все. Странно, что эти не вывели фуникулера строить и виндели. Так, с и чего тут это уже? Предпоследние тотемы. Дом горит, тотем удачи. Было бы здорово спалить дом вместе со всей этой хренью. Это еще и без пальцев остался. Да, вы представляете, как там водища ледяная. Я прям почувствовал этот морозец. Мне доводилось просто в прорубе купаться ледяной. И это, ребята, шокирует организм. Тут одна единственная дверь. Окей. О, господи! Хана! О! 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 Ты видел? Да. Трупы. О! 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 Эй, Джош! Вы не можете мне приказывать. Вы больше не будете мне приказывать. Не надо больше мне приказывать. Ладно. Ладно. Я верю вам. Я верю вам. Я верю. Ты веришь нам? Что снимать? Похоже на глюки. Джош! Майк. Джош! Привет! Только не бей меня. Не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Но он у него вообще сдвинет по фазе. Он вам может навредить. Нет, Джош туда не залезет. Окей. Подсади меня. Я выберусь и пойду к остальным. Да. Да, хорошо. Ты выведешь Джоша тем же путем. Встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Играем стать из-за психа. Что самое интересное. О, ну, зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ. Опасно психа оставлять за спиной. Опасно. Майк, ты совершаешь опрометчивый поступок. Я не хотел вашей смерти. Кто же хотел-то? Нет. Я знаю. Знаю, знаю, знаю. Ладно. Как ощущения в ледяной воде. Ой, ребят, понимаете, тяжело. Самому уже тяжело. Сам просто изо всех сил. Уже вообще башка не собжает. Просто я... Да ладно. Тебя нет. Уходи. Тебя нет. Йо-моё. А он-то какой же... Ну, слушайте, я не знаю, этот тоже помер. Тут вообще уже я не понимаю, какого можно было вытащить. Но его, наверное, нет. Наверное, вон-то умирает, в принципе, по дефолту. О-о-о. Нифига себе. Это нига? Нига всех спасёт сейчас. Смотрите. Вон, тот же фонарик, спички. Или чё, это зажигалка. Керосиновая лампа. Давай, зажигай. Всё, я так и знал. Нига всех спасёт. Нига это... Это мужик. Йо-о-о. Нет. Что? Не кто-то, а что-то. Джесс, тебе пришлось нелегко. Ты не в себе. Нет. Я тебе говорю. Всё нормально. Не хотел тебя пугать. О-о-о, господи. Пойти можешь? Да. Тогда пошли. Мэтт. Мэтт, Майк и Мэтт. Я вот поэтому спутал и позабыл. Но нига, так скажем, он не так часто встречающийся персонаж в игре. Поэтому... Поэтому не переехал забыть. Смотри, похоже, тут был обвал. Это была я. Что? Я упала и пробила крышу. Ну, нихрена себе. Вот это да. Значит, не я один такой. Что? Я свалился сюда с пожарной вышки. Да ты что? И вот вы только встретились. Так эти события ещё не произошли, получается. Интересно. А когда я её этот монстрячкой утаскивал, у неё... У неё, по-моему, джинсы были другого цвета. Чёрт поделись, сколько они нарисовали этих пещер. Это же вы с ума сойти можете. Тут сейчас такая походка. Как у зомбака. Куда нас ведут? Хана будет финальным боссом, что ли? Нахереть. Вперёд, беги. Давай, давай, давай. От этих прятаться бесполезно, как я понял. Нет! Шесть такая. Смотрите, потерял одного и всё, начал. Начал всех подряд терять. Да напролом. Куда? Голлум. Голлум. Шир. Бэггинс. Всё же, уже рассвет. Уууу, тоже ли до рассвета. Или не тоже ли ещё? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Аааа, прыгнуть. Ну просто реально, финал спуска. Ой, 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 купипестеры. Ой, пладиаторы. Ой. Ну я не скажу, что прям уж так полностью пладиатора, но серьёзно. Так, у неё ключ. Они могут сжечь дом и всех спасти. Там какое-то свечение теперь непонятно. Чё там за свечение такое? А, это. Типа солнце поднимается, да? А, нет, это... Это когда у Ниги была сцена, там солнце уже было. Опять по ледяной воде. Ну в больнице тебе предстоит очень долго полежать. Очень долго. Сусть ты лошадь, разумеется. Из-за что я не ручаюсь. Хе-хе-хе. Я не ручаюсь. Хотя мне тебя будет очень жалко. И на что у неё такая претензия на главную роль. Кровь, кстати, не смылась. Так, частично. Так, всё. А-а-а! 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 а то а ч а а а а а а любите что с тобой если не уйдем отсюда будет хуже давай кого нет я не понимаю кого не ожидать там увидеть то майк куда делся джош он унес его господи жуткая смерть плохо и что будем делать надо проверить подвох уже там кто остался а кто там останется все все погибли ныга он сейчас горах где-то он спасся получается там уже солнце стало а больше я не знаю кто если смысл вообще подвал что-то глубоко сомневаюсь хотя там может этот котел этот взорвать может быть жил 100 не готов я был как по-твоему мы выберемся старайся в этом не думать а то янка за счет что ландит сатирить что Чего-чего? 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 На друг друга бросились, вон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё творят вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасти Майка, выключатель, спасти Майка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это пиздец они классно придумали, так жутко только что было. Замечатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аааа, он же должен быть. Ооооо... Че, но он сгорел, да. Сбыл, сбылся этот эффект бабочки. только две телочки у меня спаслись а это жесть это жесть ладно хоть две телочки причем одна мне дико не нравится ну ладно 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 ну что можно сказать вообще под конец об игре сюжет днища вообще полная серьезно это просто второсортный ужастик вот даже не второсортный а третий сортный вот тут куча клише и тут короче идеи у холмов есть глаза из пилы что-то взяли что-то взяли вот опять из этого из того самого спуска из пуска тут вообще до хрена что взяли и вот такой вот по сути трешечок формате фильма посмотрел забыл вот серьезно так как это видеоигра то понятно тут оценка немножечко другая идет и в такому жанре как бы мало чего выходит и в целом такая же как видеоигра получилось получилось интересно получилось получилось неплохо принципе я получил удовольствие но это не на уровне quite dream можете ему врезать за меня что простите безмозглый тупой качок мы этим меганитик может вы хотите нам что-то сказать да нет ничего особенного ну то есть кроме того что он бросил меня помирать на этой долбаной вышки как самый последний говнюк а у меня жми гаищу выжил межнига точно мига я мог что-то сделать я пытался ее спасти я не смог нужно было спрятаться просто мы с ним дружили после несчастья но закончилась тоже у меня такая концовка получилась как тоже страшовых ужастик я думала интересно можно пройти так что вообще все подохли вот это круто майк погиб из-за меня я должна была замереть но дрогнула он спас меня я виновата что он погиб сломал систему мига выжил а даем пророчил верить и когда увидите вы должны спуститься в шахту что в шахте сэм что в шахт ну вот ну блин ну это спуск ну это спать зачем вот так уж скопи поестили то зачем так купи по себе ну ладно в общем нет нету на самом деле претензий ну в целом прикольно целом можно поиграть 4000 это конечно не стоит но по по скидке потом по скидончику можно взять поиграть я выражаю спасибо всем кто досидел спасибо тейлсу эльгара мультистронгу еще тут был паренечек в общем вот вы доказали вот те кто сидели со мной до конца вы доказали что вы настоящие хорошие друзья что вы действительно там можете просто поддержать до конца и отдельно вот всем спасибо кто не начал там рыдать плакать типа там каком-то потраченном времени что типа я так как-то некрасиво прошел я прошел как прошел и что получилось то получилось идеальный какой-то финал я я бы в принципе не мог увидеть потому что я ничего себе не спойлерил я не знал что будет понимать не знал как да что и в том же повороте там вот когда мы играли за эту там за девчонку то из американского перегата там просто был пор кто знал что она там вообще непонятно тут кто знал замереть может пробежать тут просто нужно банальное знание то есть тут вот это так же как и с хэви рейном вот и один раз прошел и ты понимаешь потом как пройти на лучшую концовку при первом прохождении принципе невозможно лучшую концовку пройти при повторном спокойно вот тут даже самая история и это вот большая беда интерактивных фильмов чтоб последствий потом переигрывает и все более четко понимаешь да кстати у меня уже почти рассвет у меня 10 минут 8 я если честно умотался вообще просто конкретно все пропускаем ребят огромнейшее огромнейшее вам спасибо за то что просидели до конца реально огромное вам спасибо и и поставлю оценку игре давайте вот сейчас я хочу семь с половиной поставить но за графон 8 8 баллов хорошее интерактивное кино игра не удивила не понравилось сюжетно но я от нее получил свое удовольствие и в принципе мог бы порекомендовать а если потом ну получится 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 если тут реально можно переигрывать эпизоды с каких-то эпизодов можно переиграть то может мы потом переиграем например знаете откуда где там где там они погибать то начали карма откровением можно потом наверное вот с этого эпизода переиграть да и спасти всех но потом чисто какой-нибудь стрим по фану сделать и попробовать ладно я тогда сохранял ну сохранки я в любом случае бы не удалял если чё если захотите если попросите переиграем с того эпизода попробуем сделать как-то по-новому на этом все еще раз спасибо ребят спасибо большое за то что посидели до конца надеюсь запись сохранится если она сохранится если все норм будет появится на втором канале все пока ребята мы дожили до рассвета мы красавчики и теперь идем отдыхать идем расслабляться мы молодцы мы выжили с мигой и двумя телочками не самыми плохими хотя одна плохая ну короче всех удачи пока увидимся на новых стримов на стримах и видосах и где мы только еще не увидимся я надеюсь